Милый Милый, завтрак на столе. Мы уже опаздываем. Да-да, иду. Люблю тебя. Сейчас. Я вас очень люблю. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ма, когда мы в Тай поедем? Папа обещал. Обещал, значит, поедем. Вот как только у вас каникулы начнутся, так сразу и поедем. Тем более у папы тоже скоро в отпуск. Мне нужны новые ласты и маска. Детский сад. У меня вообще-то купальника нет. Ты же в прошлом году покупала. Он старый. Сейчас такое носят только бабульки. Да, мам? Да. Кстати, у нас на следующей неделе вечеринка. Угу. По какому поводу? Ну, десять лет танцевальному клубу. Ты же меня отпустишь? Надо у папы спросить. Ну, спросим. Ок, да? Попаешь... Попаешь. Около шаху. Нет, кухню. Тим. Около шаху. Я не жду... А Strawberry зелек, Около шаху. Тим. Тиму. Здорово, Антоша. День добрый. Как дела с моим грузом? Да все по плану. Что, есть поводы для беспокойства? Это ты мне скажешь, есть у меня повод или нет? Вы хотели меня видеть. Я приехал. Спасибо. У меня к тебе есть небольшая, но несколько специфическая просьба. Не откажешь? Ну, чем смогу. Есть в моей партии водки, особая бутылочка и люкс. Не сочти за труд, принеси мне одну из них. Ну, в Черноморске такой водки не достанешь. Специальная партия была выпущена, и по ней есть кое-какие предложения. Хочу понять, с чем имею дело. Ну, хорошо. Завтра принесу. Сегодня. Мне нужно сегодня. Ну, сегодня, так сегодня. Спасибо. Не задерживай с отправкой грузом. Компаньон начинает нервничать. Постараюсь. Здорово. Ну, кто такой Корецкий, нам хорошо известно. Так, бандит и уголовник местного разлива. Но в последнее время он выходит на новый уровень. Кто-то из столичных акул делает на него ставку. Ну, кто-то из наших. Так, может, прижать его, и увидим, кто прибежит на помощь. Ну, а если не прибегут? Если его просто сольют? Нет, мы так рисковать не можем. Ясно. И самое интересное, наш агент сообщил, что в Водхе и на складах временного хранения таможни Порта находится крупная партия бриллиантов. Корецкий в этом деле посредник. Так что агент подробностей не знает. Вот нам и нужно выяснить, чье это добро и как оно туда попало. Понял. Не светись несколько дней, послушай Корецкого, может, какой контакт и всплывет. Я могу рассчитывать на агента в Черноморске? К сожалению, нет. Там сейчас слишком жарко. Его как раз выводят из окружения Корецкого. Ясно. Да, и будь аккуратен. Не спугни их раньше времени. Доброе утро, Антон Сергеевич. Здорово. Ну что, как у нас тут дела? Все тихо. Вот хорошо, что тихо. Хорошего дня. Привет. Ты на работе? Ну, ты мозгами-то пораскинь. Ты куда звонишь? Ах да, совсем замотался. Как дела? Дела. Да нормально дела. Все по плану. По плану? Так ты не в курсе, что у нас полный дурдом? Дурдом? Какой дурдом? В смысле? Остановили всю отправку крепкого алкоголя. Всю? Весь поток? Да. Ну, если весь поток, тогда нет поводов для беспокойства. Да ну? А меня это тревожит. А тебе, я смотрю, это хрен по деревне. Не вижу причин для паники. Если весь поток, ну, не знаю, может, тарифы меняют, пошлины, регламент. Может, они что-то пронюхали? Может быть, ты забыл, чей товар там лежит? Нам сначала башку прострелят, а потом разбираться будут. Да ладно, для него этот товар как... Не знаю, для тебя пара носков. Ты что, не врубаешься? Это ты подтянул этого психа нам в клиенты. А теперь разбирайся с ним. Вообще-то этот псих нам бабло приносит. Никто не жалуется, всех все устраивает. Антон, ты дурачком не прикидывайся. Говорят, Карецкий оценивает этот груз 30 миллионов долларов. Кто говорит? Дайч, адвокат Карецкого. Адвокат? Так это развод. Вонючая водка 30 лямов. Да она сотой доли того не стоит. И, кстати, у него есть цена. Официально в документах проставлено. Пока. Пока. А ты чего сидишь? Замерз что ли? Мам, у меня так голова разболелась на погоду. Можно я домой поеду? Да и уроков как таковых нет. Так, все, давай. Хватит симулировать. Иди учись. Привет. Привет. Вот эта женщина. Сделай так, чтобы ее не было. Как ты это сделаешь, меня не волнует. Но чтобы наверняка и быстро. Ничего так, тёлка. И что она сделала? Понял. Не мое дело. Ну, а насчет? Что? Ну, бабки, как бы гонорар, аванс какой-нибудь. Не пересчитываю, верю. Антон Сергеевич, к нам таможня. Да-да. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Здорово. – Привет. Что у вас там стряслось? Хрен его знает. Дали команду остановить весь алкоголь. Понятно. Да, из завтрашнего дня доступ к складу будет ограничен. Здравствуйте, Даша. Вы наш добрый гений. Здравствуйте. Спасибо вам большое. И огромная благодарность от детишек. Ну, что вы. Мне самой в радость. О, привет. Держи. Удалось вам обсудить с мужем планы по усыновлению. Нет еще. А это тебе все хорошо. Договорились. Сегодня как раз собиралась. Но он точно не будет против, я уверена. Конечно, ребенку хочется поскорее обрести семью. Да и нам радостно, когда дети попадают в хорошие руки. Ну, это дело такое. Лучше не торопиться. Так, держите. Здравствуйте. Здравствуйте. Из столицы должен приехать следователь по поводу всех задержанных грузов. Ну, а до тех пор, пока все остается как есть. Черт знает что. А нам отдувайся. Им что, Фети улетели в столицу? А нам с этими бизнесменами жить? Бред какой-то. Именно бред. Иначе не назовешь. Ну, хорошо, я побежала. Да, любимая. Я приехала за детьми в школу. Ты скоро дома будешь? Хотелось бы вместе поедать. Ой, слушай, у меня такой завал на работе. Не знаю, когда вырвусь. Понятно. Значит, будешь поздно, да. Я не знаю, когда я буду дома. Привет, Антон. Да, привет. Послушай, как только я пойму график, я сообщу. Привет, мам. Чего такая грустная? Все нормально. Как дела в школе? Да все клево. Завтра нужно бабло за второе полугодие, кстати. Что за жаргон? Сорян, не успела переключиться. В смысле? Ну, а у тебя как дела? Все путем. Ну, в смысле, все нормально. Ладно, поехали домой. Давай. Успокойся. Толя, я жопа чувствую, что назревают серьезные проблемы. Выкрутимся? Первый раз, что ли? Ты помнишь, я был против работы с Корецким. И занижение инвойса по его грузу. Так весь алкоголь задержали, не только Корецкого. Ты ему скажи. Он же псих. Я каждую минуту жду, когда он начнет стрельбу в порту. Слушай, а к нам с тобой какие претензии? Ни ты, ни я с ним не общались. Ни ты, ни я ему ничего не обещали. С ним общался кто? Грин. Это он нас познакомит. Вот пусть они вдвоем разбираются. Я вообще-то начальник порта. И он по-любому может на меня наехать. А он это сделает. Обязательно. Ну что, давай сольем Антона. В конце концов, иногда приходится жертвовать людьми ради общего дела. У него семья. И у меня. И у тебя. Ладно. Когда Антон обещал деньги принести? Завтра. Сегодня должен наличку получить. Вот завтра придет. Завтра и решим, что со всем этим делать. Послушаем, что он предлагает. Да ему, по-моему, фиолетово все. Странно. Он мне никогда не казался идиотом. Да давай уже тормози его. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Выходи. Поговорить надо. О чем? Выходи, я тебе говорю. Ты игрушку-то не балуйся. Поранишься. Здорово. К чему этот спектакль? Говорят, что на доможенний наш груз тормознули. Но есть такое. Только весь груз тормознули. Не только ваш. Ну и когда ты собирался об этом сообщить? Ты к чему? Явление временное. Растосется. Корецкий тебя кое о чем попросил. Слушай, это было сегодня утром. Ничего, заняться больше нечем. Корецкий ждать не любит. Его просьбы надо в первую очередь выполнять. Ну так передай ему, что не мальчик на побегушках. Это вроде твоя работа. А теперь послушай меня сюда. Завтра утром в десять шеф ждет тебя. И принесешь все, что он просил. Понял? Понял. Молодец. Пошел ты. Охренеть! Охренеть! Вот это расклад! Милый! Ну, чего ты? Когда ты этому конец положишь? Скоро. Очень скоро. Так, всё. Ешьте. Приятного аппетита. Спасибо. Взаимно. Я что-то сделала не так? Да нет, всё хорошо. Мне показалось, что тебя что-то гложет. Да так, проблемки. На работе. Ничего. Скоро будет всё хорошо. Всё утрясётся. Думаю, через пару недель у меня будет дом на берегу океана. У тебя? У нас. Только ты и я. Я тебя обожаю. Извини. Извини. Да. Наконец-то. Где лазаешь? Чё не отвечаешь? Занят был. Деньги забрал. Чё все задёргались? Чё задёргались? Ромашка приходил. Весь на нервах. Не новость. Он вечно как свинья истерит. Ну, это да. Чё делать будешь с грузом Карецкого? Он-то, похоже, тоже начинает нервничать. Да как-нибудь разрулю. Это чё не наша вина. Так сказать, форс-мажор. Ну, да. Ну, да. Ну, ладно. Потом обсудим. Давай. Привет. Алло. Борь, давай через полчаса на нашем месте. Хорошо. Буду. Спасибо. Всем спасибо. До завтра. Спасибо. Ты будешь на вечеринке? Ну, да. Надо, правда, ещё как-то с прятками всё уладить. Да и накрасить, чтоб папа не уверил. Да, это платье купить. Ой, да, платье. Такие муки. До сих пор не знаю, чего хочу. Вот я тоже. И Илья будет на вечеринке. И я буду с ним танцевать. Вы же уже танцевали. Да какая разница? Это репетиция. А сейчас всё по-другому. Мы будем медленно двигаться в такт музыки. Короче, потом и поцелуемся. Ну смотри, не придёшь, он найдёт себе кого-то другого. Мужчины такие ветреные. Ты откуда знаешь? Я знаю, поверь. Блин, ну, платье должно быть просто бомбовое. Так, типа талию подчеркну. Пышное? Пышное, да. Думаю, ему понравится. Я не могу ждать, пока это всё на меня обрушится. Тогда… Пожалуйста. Если понадобились, зовите. Спасибо. Тогда меня либо убьют, либо посадят надолго. Старик, ты затеял очень опасную игру. С такими, как Корецкий не шутит. Он тот ещё отморозок. Я знаю. Именно поэтому у меня нет другого выхода. Слишком рискованно. Это очень рискованно. Ну, Бог не выдаст, свинья не съест. Мне пора. Удачи. Увидимся. Удачи. 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 Алло. Дашенька, привет. Ну, как вы там? Я так по вам соскучилась. Нормально всё. Антон только вот задерживается на работе, телефон его не отвечает. Да с мужиками где-то гуляет. А на звонки чего не отвечает? Надоело, наверное. Нет, это не про него, я знаю. Господи, да что ты там знаешь? Мужики, они все одинаковые. Дети как? Дети? Хорошо. Когда вас в гости ждать? На выходных, наверное. Давай, мам, я тебя наберу утром. Алло. Анатолий Богданович, здравствуйте, это Даша Грин. Извините за поздний звонок. А вы не знаете, где Антон? Телефон недоступен, рабочий не отвечает, и я не знаю… Успокойтесь, я с ним недавно разговаривал. Он, кажется, ехал домой. Спите. Спасибо большое. Вы меня успокоили. Ох. Ничего себе. Так. Открывайся-то. Алло, полиция? Тут на пятнадцатом километре загородного шоссе машина в кювете горит. Я ничего не могу сделать. Черт. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, к вам сегодня не поступал мужчина лет сорока? Антон Грин. Брюнет. Спортивного телосложения. Нет? Извините, спасибо. Алло, здравствуйте. Здравия желаю, товарищ полковник. Здравия желаю. Похоже, наш потерпевший заснул за рулем, сбил три столбика, вылетел в кювет и машина загорелась. Может быть, его кто-то подрезал, но следов на дороге другой машины нет. Возможно, пожарное спалили. Я не знаю, но в протоколе я обнаружил, что несчастный случай. Выкрутился, сукин сын. Что? Работай. Есть. Привет. Что случилось? Антон погиб. Как погиб? Что значит погиб? За городом разбился в машине. Нет. Он не мог так поступить? Мог, мог. И что будем делать? Не знаю. Его убили. Я не верю в совпадение. Может и убили. Давай ко мне, там и поговорим. А деньги при нем? Не знаю. Машина вся сгорела. Товарищ полковник! Подожди, я перезвоню позже. Товарищ полковник! Есть! Ну и что там? Здравия желаю, товарищ полковник. Вот личные вещи потерпевшего. Труп уже отправили в морг. ДНК взяли? Есть. Но результаты будут чуть попозже. Все данные мне. Сразу как появятся. Лично. Слушаюсь. Что? Антон погиб. Ну, хрен с ним, Антон. Кто такой Антон? Антон Грин. Начальник безопасности порта. Антон Грин. Как погиб? А водка моя где? Я ему приказал, чтобы он водку привез. А он взял и умер, да? Что ты мнешься? Нужно, чтоб товар наш ушел. И как можно скорее. Я постараюсь. Ну, ж постарайся. А то нам обоим секир башка сделают. Иди. Постой. Ну, это у Антона жена, кажется, была. Да, жена и двое детей. Пусть за ними приглядывают. Докладывают мне, пусть каждый день. А то ведь могут уехать. Или продать что-нибудь. Ну, иди. Доброе утро. Доброе утро. Да. Что с ним? Ну, в общем, он, видимо, уснул за рулем и это… Улетел с дороги. Вот. А там от удара топливо воспламенелось и, видимо, дверь заклинила. В общем, он не смог выбраться. Вот. Я, наверное, пойду. Мам, что случилось? Папа умер. В смысле? Как? Ты что, дурак? В аварию попал. Мам. Да. Аппаратная? Здорово. Как сам? Ладно. Слушай, я тебе сейчас эсмсочкой номер машины сброшу. Смотри, что она там вчера и где, и как. Ну, хорошо? Ладно. Причитайте. Ладно. Как будто набери. Ага. Давай. Борь. Да, Борь, не забудь передать образцы ткани нам на экспертизу. Так, давай сейчас. Держи. Спасибо. Не за что. Обращайтесь. Хорошо. Все, пока. Счастливо. А я тебе давно говорила, что когда-нибудь все темные делишки Антона наружу вылезут. Мам, пожалуйста, не сейчас. А что я? Я просто говорю, что жить нужно скромнее и честно. И тогда не будет поводов беспокойства. Да, я детей оставлю на сегодня у тебя. Мне в полицию надо съездить. Ну, конечно, оставлю. Мама, мы что, здесь останемся? Так, ведите себя хорошо. Не ругайтесь и слушайте бабушку. Мы от скуки умрем. Лишние минуты с бабушкой не хотите побыть, да? Правильно. Бабушка уже старая, никому не нужна. Да? Бабуль, ну что ты такое говоришь? А что? Мы тебя любим. У-у-у-у. Здрасте. Проходите. Мне сказали, надо идти на опознание. Да-да, мы вместе потом сходим. Пройдите, пожалуйста. Садитесь. Как вы вообще себя чувствуете? Нормально, спасибо. Скажите, пожалуйста, Антон Сергеевич, в последнее время в каком настроении был? Нормально, как обычно. То есть, накануне аварии он уехал, как обычно, по времени ни раньше, ни позже? Да, все было как всегда. Уехал, не позавтракав. Ну что значит, как всегда? Ну, утром он сидел у себя в кабинете с какими-то бумагами. Наверное, что-то важное. Потом уехал. Скажите, вот в тот день у Антона Сергеевича могла быть с собой крупная сумма денег? Не знаю. Откуда? Ну, хорошо. А какие-то проблемы с его автомобилем были? Ну, может быть, он в последние дни обращался в автосервис? Две недели назад сделал техосмотр моей и своей машины. Все. То есть, он уехал, как обычно, ни раньше, ни позже. И вы в этот день с ним больше не разговаривали? Я звонила ему в обед, спрашивала, ждать ли его к ужину. Он сказал, что нет. А во сколько это было? Ну, я на часы не смотрела. Часа в два-три. Скажите, а вот враги у Антона Сергеевича были? Не знаю. Ну, мог ему кто-то угрожать? Но мне он об этом ничего не говорил. То есть, никаких подозрительных звонков не было? Если бы звонки и были, то, наверное, на мобильной, домой на городской точно никто не звонил. А почему вы спрашиваете? Вы думаете, что его могли… Да нет. Версий никаких нет, кроме несчастного случая. Ну, что, пойдемте, вам надо опознать личные вещи мужа. Хорошо? Да. Пока вроде все нормально, но еще не вечер. Так, ко мне пришли. Но потом договорим. Здравствуйте. Проходите. Даша, мои соболезны. Спасибо, Боря. Дашка, я не пойду. Прости, я с детства мертвых боюсь. Я здесь подожду, Даш! Живых надо бояться. Мертвых-то чего. Мне ничего. Тихо, 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 тихо. Моя хорошая. Ты что? Боря, ну давай, давай. Да. Дарья Юрьевна, может вы личные вещи потерпевшего опознаете? Да, это его. Когда я могу похоронить мужа? Ну, дня три. Придется подождать. Мы должны дождаться результатов ДНК. Ну, пойдемте на свежий воздух. Пойдемте. Ну, что? Привет бойцам невидимого фронта. А, здравствуйте. Здорово. Ух ты. А может сесть-то? Присаживайтесь. Ничего себе. Удобно как. Мне бы такой в кабинет. Ну, ладно. Давай, хвались. Чего у тебя? Ну, что? Наш друг в этот день попадал шагом. Шесть раз под камерой видеонаблюдения. И вот, собственно, первый. Он выехал из порта и потом повернул направо. Налево. В смысле налево? Налево от него. Скажи, а он в машине один был? Ну, очевидно, что один. Если бы в машине кто-то опрятался, так один. Угу. Ну, давай дальше, давай. Так. Дальше через десять минут он поехал и припарковался под видеокамерами у банка. Вот он вошел в банк и вышел из него. Угу. Останови. А что у него в руке? Кейс. Он же с ним в банк и входил. Понятно, понятно. Ну, давай дальше, давай, давай. Так. Дальше смотрите. Он поехал в переулок Мирный через проспект. И выехал оттуда где-то через два часа. То есть он мог с кем-то встретиться? Ну, либо кого-то ожидал. Сидя в машине. Там заезды как раз во дворы номер семнадцать и девятнадцать. Ну, давай, давай. Дальше, дальше. Так. Дальше через час. Он припарковался у кафе «Маяк» и уехал оттуда где-то через час. Ну, а куда он дальше делся? Дальше неизвестно. Он повернул налево и больше его видеокамеры не засекли. Так. Ну что, будем рассуждать логически. Допустим, у него была в кафе встреча. И раз после этого он не попал ни под одну камеру, значит, он поехал за город, а не в центр. Как тебе такая версия? Ну, да, очевидно, за город. Иначе бы его где-нибудь засекли. – Здравствуйте. – Добрый день. – Здравствуйте. Чем угощаете? – Подвечай. Сюзанна, пройди на террасу. – Хорошо. – Я вас слушаю. – Добрый день. – Добрый. – Угу. Скажите, пожалуйста, вчера кто работал? – Я работал здесь. А что случилось? – Да пока ничего. Скажите, вот этого человека видели? Да, конечно, видел. Вчера они сидели вон за тем крайним столиком в углу возле окна. Пили, кажется, коньяк, точно не помню. Кто-то один из них пил коньяк, и оба пили кофе. А, скажите, а второй человек можете описать? Ну, он был выше меня ростом, сантиметра на 5-7 приблизительно. То есть, соответственно, метр девяносто – девяносто два. Темные волосы с проседью и в очках. Все. Понятно. Скажите, а камеры работают? Периодически. Часто ломаются. Ну, вчера ты работал? Вчера работали. Пойдемте со мной. Так. Пожалуйста. Вот здесь. Не может быть. Боря, Шмуклер. А что он тут делает, да? А кто это? Да так. Один любитель мертвичины. Скажите, а вы слышали, о чем они говорили? Вы за кого меня принимаете? Нет, я имею в виду, ну, просто характер разговора. Ну, спорили, ругались, просто тихо говорили. Нет, я ничего не слышал вообще. Понятно. Если что, где вас можно найти? Я всегда здесь. Это же все-таки мое заведение. И кофе, наверное, вкусный, да? Да. Приходите, угощайтесь. Ну, ладно. В еще раз. Не понимаю, как так? Планы на жизнь были какие-то. Нелепость какая-то. Да. Слепой случай. Так в жизни бывает. Угу. Тут прилететь может кому угодно. Не угадаешь. Угу. Не-е-е. Не верю. Он так всегда аккуратно, осторожно водил машину. Не верю. Дашка, а может, это не он? Чего? Ну, аккуратно водил. Нет, если бы он был жив, он бы сообщил мне. Нашел способ как-то связаться. Нет. Все его убили. Погоди, а ты это… Рябов сказала об этом? Да какой, нет. Аргументов нет, доказательств нет. Давай. А как ты жить будешь дальше? Не знаю. Работать пойду. Диплом есть, уже сколько лет лежит. Пойду работать журналистом. Не, у нас денег пока хватит. Я просто не могу, не могу дома сидеть. Я понимаю, понимаю, Дашка. Но помни, что у тебя есть подруги. И мы всегда рядом поможем тебе. Мата, я не забыла, сегодня платеж нужно внести. Ой, точно. Спасибо, что напомнила. Ну, а хоть про вечеринку на следующей неделе не забыла? Лиза, какие сейчас могут быть вечеринки? Мама, в смысле день рождения танцевального клуба? Она с Ильей хочет поцеловаться. Заткнись, дурак. Сама дура. Что? Прекратите сейчас же. Мне сейчас ваша помощь нужна. У вас в голове одни вечеринки и поцелуи. Папа умер. Вы что, не понимаете? Все мы понимаем. Пошла. Войдите. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Дарья Юрьевна, здравствуйте. Ну, наконец-то. Так, распишитесь. Здесь и здесь. Вы уж меня извините, совсем из головы вылетело. Да что вы, мы все понимаем. Горе-то какое. Вы как платить будете? Картой. Прикладывайте. А пишет недостаточно средств. Вот черт. А давайте я вам завтра наличные завезу. Хорошо? Так будет проще. Ну, вы только завтра обязательно завезите, потому что я все уже завела и вы расписались. Да, да, обязательно. Не переживайте, завезу обязательно. Извините. В ходе исследований, экспертиз, было обнаружено, что источник огня находится в районе педали тормоза, у ног водителя. Что, в принципе, невозможно, поскольку бензовак находится в задней части. А в случае повреждения топливного привода, очаг возгорания был бы снаружи, в подкапотном пространстве. Слушай, можно покороче и поконкретней? Сам же топливный привод не поврежден, не имеет трещин и дефектов. Это означает, что поджог был совершен внутри автомобиля. Ну, это я понял, понял же. Господи. Кроме того, на голове трупа имеется след от удара тупым предметом. Воздействие высокой температуры на ткань головного мозга делает невозможным датировать время нанесения удара. Вот это интересно. И что думаешь? Убийство? Ну, это очевидно. Вначале убили, потом полили бензином, подожгли, чтобы труп невозможно было опознать. Да ты знаешь, что-то как-то нестыковочка. Ну, вот, машина известна чья. Часы, кейс. Ну, я понимаю, там, убили где-то и потом тело бы отволокли. А машину утопили бы, допустим, в озере, там, речке, я не знаю. А может, они не догадались? Или… Или просто хотели выиграть время? Не-не-не-не, тут что-то другое. Ладно, я сейчас на совещание начальство мозг будет выносить. В общем, давай, на связи. Угу. Удачи. Так. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok Судя по всему, Грин сначала убили, потом сожгли вместе машину Версия должна основываться на каких-то фактах Ну, по следам Юза на обочине, понятно, что машина двигалась медленно То же самое и по отметкам на сбитках, столбиках Это ничего не доказывает Ты же сам утверждал, что он уснул Ну, есть Данные, что салон облили бензином Эксперты обнаружили очаг возгорания у ног водителя Труп хотели сжечь Тогда убийство Да к гадалке не ходи Савчук, какого черта ты здесь? Ну, во-первых, здорова Здоров А во-вторых, поговорить надо Ну, давай Заходи Не-не, давай лучше на улице, а то меня там как-то тебя в сон клонит Вообще странно боятся бывших людей Они уже ни на что не способны Ну, мало ли что Слушай, я, короче, сначала запишу, потом протокол оформлю Да? Да, валяй Ты знаешь, да? Хорошая вещь, вчера купил Так, когда ты последний раз видел Грина? Вчера В кафе вместе сидели А что ты с родственником сказал? Ну, во-первых, никто не спрашивал А во-вторых, это же был несчастный случай Или нет? Ну, вообще сомнения есть Ну, это так А о чем вы разговаривали? Так, о жизни Говорил, что устал Вообще, он задерганный был какой-то в последнее время С чего это? Не знаю Он меня не очень посвящал в свои семейные тайны Но я не очень-то и спрашивал Проблемы в семейной жизни, короче Этого я не говорил Может быть, на работе проблема Может быть, еще где-то Ну, сам-то как думаешь? Не знаю Понимаешь? Он погиб через два часа После того, как вы расстались Ну, и в каком настроении он уехал? Да в таком же, каком и приехал А вот если ты пытаешься связать эти два события То ты только зря тратишь время Пойду я Работать надо Торопиться А что я могу сделать? Приостановлена отправка всего крепкого алкоголя Ну что, я это приказал, что ли? Распоряжение сверху Не знаю, почему Откуда я знаю, в чем причина? Бред какой-то Привет, Оль Привет Ну, что слышно по линии правоохранителей? Пока тишина Может, акцизы хотят поднять или еще что-то Да нет, это бред Ну, тогда не знаю А вот То, что Антона грохнули Это факт Да, кто? Есть зацепка? Ищем Интересно Были у него с собой наши деньги? Ну, надеюсь, нет Если нет Значит, они у него сейчас дома Удашь Ну, что ты начинаешь? А, там самое А что? Нарываешься, да? Не, не пикалыш Ну, давай, смотри Что ты повернешь? Смотри, смотри Не лови Ну, что ты начинаешь? Что, пикоешь? Давай, давай, давай Камнем хочешь получить, а? Петя, ну что ты опять вырваешься? Оооо Не нарываешься, Мася Нормально так Уронил, купил Да я и так собирался покупать Это вряд ли Ты ж с неполной семьи Откуда бабосы? Найдем Ооо Начинается Махача будет Григорьевич Я, я тут Напугал Василий Займись ее мамашей Плотно займись Постарайся сделать так Чтоб она тебя домой пригласила Ну и прощупай Не там ли Антон деньги хранит Ну и все сделай так Как там Я все сделаю Все делаю Не подведу Я надеюсь на тебя Я пошел? Иди Лиза, милая Ну, что случилось? Скоро соревнования А у меня до сих пор нет нового костюма А Рите уже прислали новый костюм из Испании Ну конечно Она в нем победит А я буду к нищебродка Ну что ты Чтоб это была наша самая большая проблема Ну Купим костюм тебе в интернете Хорошо? Будешь самая красивая Поверь мне Все, что можно решить деньгами Деньгами Это не проблема Это расход Все, все, все Ну, а как он вел себя в этот день? Ну вы же виделись? Да Ну как обычно Утром поздоровался И пошел себе дальше по делам А когда он с работы ушел? Случайно? Не знаете? Ну вот это как раз я заметила Я шла на склад И тут навстречу Антон вылетает с телефоном В руках И он как раз с Дашей ругался То есть с его женой И это было днем А что с Дашей ругался? Может там какие-то неприятности дома? Да нет, вы что Если бы у них что-то дома произошло Я бы об этом знала Мы же с Дашей дружим Поэтому вряд ли То есть утром он был нормальный А когда разговаривал с женой Нервничал Да? Ну Вроде так Ну что, может этот? Смотри какой Да нет, мам, ты что? Это вообще прошлый век Да и красный Ну хорошо А вот этот посмотри Он тебе прям под цвет глаз Посмотри Ну кстати Привет, Гер Привет Я сейчас Ну так что, берем этот или нет? Угу Да нет, я еще посмотрю Вот этот неплохой Гера, хватит там шариться по кастрюлям Я сейчас все поставлю на стол Иди руки помой Вот это гласная Вот это гласная Мам Мам Ты мне мопед купишь? Батя обещал Иди отсюда Бесчувственное чудовище Да Надо, конечно, думать, как жить дальше Нет, ну допустим Пару лет мы протянем на то, что есть Это если не менять машину Да и мопеды не покупать Ну Я тут подумала И без нового платья Тоже обойдусь Там жене это оценивают, правильно? Ну, костюмы тоже Да и к тому же Нас эти деньги не спасут от нищеты Здравствуйте, уважаемый Доброе Скажите, пожалуйста Вы вот этого мужчину Случайно не видели? Нет, не знаю такого Да я в основном на землю смотрю А не на людей А вы вот у этих спросите Муха не пролетит, незамеченный Спасибо Женщины, здравствуйте Здравствуйте Ух ты Мы разыскиваем злостного альменчика Скажите, пожалуйста Вот этот мужчина здесь не появлялся? Ну, пока ж Батюшки Что? Так это же Викин хахаль Какой Викин? Ну, из восемнадцатой квартиры Здравствуйте Здравствуйте Следователь Савчук Мне поговорить с вами Одну минуту Я оденусь Конечно, конечно Черт Что вы тут делаете? Да это тут Удостоверение уронил Поднимал Ну, проходите Спасибо Так, разуваться? Да нет, не надо Присаживайтесь Спасибо Может, чаю? Нет То есть, да То есть, с удовольствием Хорошо Вы что-то спросить хотели? Спрашивайте Да, спросить Вы вообще в каких отношениях С Антоном Грином? Отношения? Да Нет Он руководитель Службы безопасности Порту Так А я руковожу Брокерской компанией Так что Мы очень часто Пересекаемся на работе Но ничего более Понятно Скажите А когда вы последний раз С ним Пересекались? Что? Давно уже, да? А Вчера Правда, я не помню К которым час он заезжал Два Или в три А зачем он заезжал? Если это, конечно, не секрет Да что вы Он Завез документы По грузу Которые были у них на проверке А почему вы спрашиваете? Что-то случилось? Ну В общем, случилось, да Антон Сергеевич Вчера погиб Несчастный случай Да вы что? Ой! Ой, господи! Ну что вы делаете, а? Я ради бога Ну что? Ну что вас гласнет, что ли? Тихо-тихо-тихо Я, я, я помогу Помогу Это пакеты Они же Они же ненадежные такие Я соберу Вот к себе Вот это Откуда у вас авоська? Что лет авоськи не видел? Да ладно Это я же Я же не молодой Холостой Вынужден быть хозяйственным Это вы, мам Молодая Я вообще Удивляюсь, откуда вы знаете Что такое авоська Ну знаю Сколько вам? Сорок Два Да ну Три Да Что? Пять? Да ну перестаньте Нет, ну Пойдемте, я вам помогу Донесу Ну, пойдемте Вот смотрите Он у вас был два часа Ну, не многовато Для передачи документов Дворовое НКВД доложило Угу Я всех угощаю чаем А потом разговоры Ну а как? Кстати Кстати Как вам чай? Чай Дивный чай А в каком настроении был? Мне показалось, что Его что-то гложет Что-то мучает И что? Не знаю Настоящий мужчина редко делится своими проблемами Особенно с посторонними женщинами Полностью согласен Ну что Пойду потихонечку Вот Спасибо за чай Но я вас еще раз навещу Обязательно Да, хорошо Обязательно До свидания Да, слушаю Здравствуйте Следователь Собчук вас беспокоит Скажите А вы не могли бы подъехать ко мне сегодня в управление? Да, конечно Когда Ну, в идеале Прямо сейчас Да, хорошо Сейчас приеду А, жду Субтитры сделал DimaTorzok То есть, я так понимаю В магазине вы Никого знакомого к ним встретили Сразу отправились домой И из дома вы же никуда не выходили Да Я не понимаю К чему вы клоните Да некому подтвердить Ваше алиби Вот к чему Вы полагаете Что я убила собственного мужа? Зачем? Ну, я не знаю Там Из-за ревности К кому я его могла ревновать? У нас была нормальная семья Абсолютно нормальная На, держи Не фальшивая? Сам рисовал Порядок А еще я знаю Что после Вашего телефонного разговора Ваш муж психанул И уехал с работы После не значит В следствии Обычный у нас был разговор Я Просто звонила Узнать у Антона Когда он будет дома Сказал, что приедет поздно Все Понятно, понятно Но все-таки Я вам бы посоветовал вспомнить Кто может подтвердить Ваше алиби Я даже не знаю Когда Когда Это произошло Ну Примерно В половине десятого вечера А знаете Если бы я была убийцей Я бы позаботилась Об алиби Ладно Подписку я С вас брать не буду Но Все-таки Советую вам Никуда не уезжать из города До свидания До свидания Откуда такая роскошь Да Друг одолжил покататься Да уж, Герман Ну ты и бесчувственный, конечно У нас папа умер А ты на мопеде раскатываешь Посмотри на себя Что? Думаешь, я не знаю Что ты с Ольгой По углам ходишь Лижешься Да что ты знаешь Дурак Дашка Привет Что нового по делу? Да ничего нового Если не считать того Что Савчук пытается Повесить убийство Антона На меня Как так? Так, ну-ка Заходи ко мне Так Рассказывай сейчас подробно Что тебе говорил Савчук Да он-то в основном молчал Говорил я Но повернул Савчук Все так В общем, получается Что алиби на момент убийства У меня нет Он так и сказал Мол Кто может подтвердить Что вы в это время были дома А кто может подтвердить? Никто Я дома была одна Герман на тренировке Лиза на танцах Ну-ка Успокойся и вспоминай Может быть тебе кто-то Звонил на домашний телефон? Лена Кто сейчас звонит На домашний телефон? На мобильный же все Тоже неплохо По нему можно Определить Точное географическое Местоположение Мобильного И если ты говорила По мобильному из дома Это можно точно определить Вспоминай Кто-то звонил Точно Не сжимайте ванилу Как раз в это время Отлично Вот прямо сейчас иди И скажи это Савчуку Давай Да Разрешите Вот еще что Мы обнаружили еще счета Грин в другом банке Но они тоже пустые Он снял деньги За два дня до смерти Ладно, иди пока Вика Да Флешка для доступа в онлайн-банк у тебя Откуда? А она всегда у Антона была Так, у Антона Мы ее не обнаружили И что? Слушай, как что? Закажи новое в банке Ну, хорошо Я, конечно, закажу Но сразу предупреждаю Это делается не быстро Учту Пусть делают Здравствуйте Здравствуйте Лиза, сегодня танцевать будешь с Ильей Рита заболел А Андрей не придет У него дома какие-то проблемы Нашел время Понятно? Хорошо Приготовились Поклон Ну, проходите Садитесь Я вспомнила Я как раз говорила с мамой Около половины десятого И что? Как что? Вы же сами сказали Алиби То есть я была дома Когда Антон Антона Дома я была А вы разговаривали По городскому телефону? Нет, с мобильного Ну, геопозиция Можно же понять Дорогая моя Я не первый год живу Я тебе такие алиби Могу рассказать Я их столько видел За свою жизнь Ладно, дело не в этом Скажите, у вас были Общие счета с мужем? Нет На хозяйство он в основном Давал наличные И что-то клал на карту И все А доверенность На управление счетами Нет, конечно Зачем? Понятно Свободно Пока Ну, пока А знаешь Я даже рад, что Рита заболела Ты очень хорошо танцуешь И мне кажется У нас есть все шансы Победить на соревнованиях Надеюсь Но надо еще Друг другу привыкнуть Так это можно легко исправить Ты куда сейчас идешь? Домой Супер Тогда пойдем вместе Я тебя проведу Пойдем Здравствуйте А Колю можно Так это Нет его Уехал он В отпуск Кинул таки, да Ну, может и к лучшему А вы кто? Я его брат Недавно приехал Угу Коля, что передать? Передайте Пусть отдыхает Заказчица хочет знать Как я бабки отрабатываю Думает Так просто Вот так взять И бабу завалить Тут все спланировать надо Успокойся Давай мы этой бабе Колесо проколем Она выйдет из машины А мы Да черт Лиза? Мама Мама А ты че пешком? С машиной что случилось, да? Да забыла заправиться А это кто? Это мой друг Илья Мы с ним в одном клубе танцуем Вот Здравствуйте Здрасте Очень кстати Пойдем танцор Поможешь мне канистру с бензином До машины донести Иди Иди Быстрее Это вам Спасибо О, черный Мой любимый Обстановочка Как говорится Располагает К шампанскому И повод Сейчас Опыта нет Ой, я боюсь Тш-тш-тш А Ой Ха-ха-ха 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 Ну что Оксаночка Да. За наше, кажется, счастливое столкновение. Ох, Оксаночка, вы такая аппетитная женщина! Редкостно аппетитная! Что, давайте… Вот так бы и съел. Давайте, я положу пюрешки. Э-э, спасибо за чай. Уже поздно, а я пойду домой. Да, точно. Еще раз спасибо тебе за помощь. Лиза, помой посуду, а я провожу. А это ж я проводить хотела. Я провожу, не волнуйся. Пойдем. Пока. Пока. Илюша. Лиза, послушай, если ты Лизу хоть пальцем тронешь, я тебе уши отрежу. Понял? Понял. Угу. И ноги переломаю. Иди, иди, Илюш. Лиза, я ведь в Дашку кучу сил убухала, муж умер, а я на трех работах работала, чтобы она на журналистку выучилась, как хотела. Ну, что? А что? А что? И ничего. Что? Что? Закончила. Ни-ня, не работала, муж ее все на блюдечки приносил. Миллионами ворочил. А теперь что? Ничего. Вы, Оксачка, об этом не думайте. Ничего не пропадет. Вы о себе думайте, вы женщина еще, о, красавица. М-м-м. Давайте я посуду помою. Люблю я это дело мыть. Нет, 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 нет. Ну, что вы, что вы. Вы отдыхайте. Ну, это как-то, ну, это размужское дело. Я сама помою. Нет, 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 нет. Более, да. sorts. Ты iT, нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо тут у тебя. Тихо. Красиво. Да тихо. Пойдем, я тебе детскую покажу там. Давай нарушим тишину. Да что ты. Да что ты. Вася. Герман, Лиза, побыстрее. Мы уже опаздываем. Гера, неплохо бы вернуть мопед однокласснику. Покатался и хватит. Так я его на месяц взял. Ну, за какие заслуги? Ну, я Дане с учебой помог. Да? Ну, тогда неплохо бы убрать его в гараж. Хорошо. Я после школы поставлю. Мам, а бензина-то хватит доехать или опять таскать придется? Доедем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока. Удачного дня. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Да. Должны были отправить, но до сих пор не выпускают. Держат на СВХ. В СВХ, ну, склад временного хранения. Нет, к нам никаких претензий. Да, я думаю, нет повода для беспокойства. Говорят, что тормознули весь алкоголь. Угу. Да. Она отвезла детей в школу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только не затягивайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Принято. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Что-то случилось? Помощь нужна? Здравствуйте. Да вот, колесо спустило. А домкрат и баллонный ключ есть? Вроде есть. Сейчас посмотрю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж вы, уважаем? Вот. Нашли, где припарковаться. Нам тут разметку делать надо. Вон у меня колесо спустило. Не видите, что ли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Могли бы хотя бы знак поставить аварийной остановке. Сейчас поставлю. Мужики, выносите! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Григорьич, я тут. Вот. Вы просили все, что имеет отношение к деньгам. Это черная бухгалтерия. Может, Антона? Ах, Антоша, ах, жук. За нос нас водил. Значит, деньги точно где-то есть. А? Ну, что ж. Иди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А? Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо вам большое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Камеры нет. Не обманули. Угу. Так, я налево, ты направо. Работаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здрасте. Пятый, полный. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. А, первая, пятый, полный. Угу. Подскажите, пожалуйста, а мойка у вас работает? Нет, к сожалению, не работает. Закрыто. Все, можете оплачивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня выручка в два раза больше. Конечно. Весь город съезжается, как на шоу. Мы что теперь, местная достопримечательность? Ну да. Вот еще туристов в нашей позиции. Интернет завален нашими фотками. Да. И все благодаря этой девочке. Может, и зарплату поднимешь. Сейчас. Разбежался. Один день работает всего. Продолжение следует... Дарья Юрьевна. Здравствуйте. Нет, не знакомы. Я был знаком с вашим мужем, с Антоном. Примите мои соболезнования. Спасибо. Уделите мне пару минут. Вы знаете, у меня был очень тяжелый день. Я очень устала и хочу домой. А я настаиваю. Я не привык к отказам. Что вам нужно? Ваш муж перед смертью присвоил чужие бриллианты. А как вы понимаете, эти стеклышки очень дорого стоят. И принадлежат очень серьезным людям. И вообще, ваш муж очень тщательно подготовился к своей смерти. И что вы от меня хотите? Скорее всего, он их спрятал дома. Их надо найти. Ну, я не знаю, где их искать, как. Лучше б ты знала. У тебя же дети. Им расти надо. А при чем тут дети? Согласен. Связи нет. Ну, люди, которым принадлежат эти бриллианты, такие циничные. Я, правда, не знаю, как их искать, но нас недавно ограбили, и, может, эти люди забрали ваши бриллианты? Нет, не забрали. Не нашли. Ищите Дашу. Ищите. Хорошей вам дороги. Толь! – Привет. – Привет. Здравствуйте. Вот меню, пожалуйста. Слушай, да я ваше меню наизусть знаю. Значит, цезарь, куриную отбивную, овощи, гриль и триста грамм водки. Ты будешь? Нет, нет. Сердце пошаливает. И передайте на кухне, чтобы не разбавляли. Что вы? Мы никогда так не делаем. Просто передайте. Хорошо. Ромочка, вы представляете, в дом Грин бросили камень, разбили окно, напугали детей. А камню была приделана записка с требованием вернуть деньги. Вот люди пошли, а. Наверное, Карецкий. Кто еще мог так поступить с бедной вдовой? Бедной? А ты уверен, что Антон не закопал что-то под вишней? И думаешь, она знает, где он закопал? Ну, знает или не знает, но нам не скажет. Кроме того, он должен сто тысяч, так что с этим тоже надо разобраться. Ее дом почистили вора. Думаю, вряд ли что-то осталось. Антон не был дураком. И он не стал бы класть все яйца в одну корзину. Что ты предлагаешь? А я предлагаю потрясти Дарью Юрьевну. А вот что-то зазвенит. Давай потрясем Дарью Юрьевну. Только без меня ничего не предпринимать. Хорошо. Мама! Твою! Что случилось? Папа, быстрее! Давай в дом! Скорее, скорее! Давай, давай! Уже все закончилось? Где Лиза? На тренировке. Где же еще? Не берет трубку. Мам, ну ты подумай. Она же не может танцевать с телефоном в руках. Не паникуй. Когда будет переодеваться, сто процентов перезвонит. Да. Что тут? Что? Что? Где? Кровь. Что вообще произошло? Надо в полицию звонить. И скорую. Ага. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сереж, привет. Привет. Ну что, гистология пришла? Здравствуйте. 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 Что? Боря, у нее четвертая стадия, я не могу ее оперировать. Что ты мне предлагаешь, сидеть ждать, пока она умрет? Ну, мы можем назначить химию, если опухоль вдруг уменьшится, я сразу ее прооперирую. Ей восемьдесят лет. Как долго она твою химию выдержит? Боря, ну… Ну, хочешь, я направлю вас в столицу, в институт? Есть варианты, что там смогут помочь? Не знаю. Не думаю, но… Сереж, давай честно, а? Честно – нет. У нас ей никто не сможет помочь. А не у нас? А не у нас – не знаю. Ничего ты не знаешь. Боря, ты скажи ей. Это честнее. Нет. И ты не смей. Стоп, 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 стоп. Еще раз для всех. И конкретно для Лизы. Ваши руки – это крылья, а не плети. А ноги легкие, как пух. Понятно? Приготовились. И начали. Ну, что? По моим ощущениям Грин ничего не знает. Ах, я твоим ощущениям доверяю на это бабье… Еле на троте хитрые. И вот она на мойку работать пошла. Зачем? Денег нет. Денег нет? У нее машина за пятьдесят тысяч баксов. Почему не продает? Нет, тут что-то не так. Ее сегодня убить хотели. Кто? Пока не знаю. Выясни. Она нам живой нужна. Отвезите ее домой. Ну, что ласковая. Если что узнаешь, звони. Что я могу узнать? Ну, мало ли что. Ну, что, мы с тобой теперь люди не чужие. Ладно. Вот я. Подумайте, кому выгодна ваша смерть? Никому. Не знаю. Просто мы так часто бываем у вас в последнее время. Да ничего. Чувствуйте себя как дома. Угощайтесь. Спасибо. Вы не видели машину, на которой приехали киллеры? Киллеры? Когда хотят напугать, к картечью не стреляют. Ну, да. Ею кабана можно убить. Кабана? Ну, видела я джип какой-то красный. Номера не заметила. Если что-то вспомните… В смысле? Это все? Вы что, уходите, что ли? А если они рядом, они могут вернуться? Ну, к сожалению, это вне нашей компетенции назначать вам охрану. Мы доложили наверх. Нам сказали, что вашим делом занимается Савчук. А-а-а… До свидания. Моя полиция меня бережет. Класс. Ты как? Нормально. Сейчас чуть-чуть отдохну и приготовлю что-нибудь. Так зачем? Я уже все приготовил. Будешь? Какой ты молодец. А… Ты уверена, что это можно есть? Ну, я пробовал. Пока живой. М-м-м. Очень… Ничего. Взрыв. Боря, это ты? Мам, я. Здравствуй. Ну, кто же еще? Я же ты кого-то ждала, а? Боренька, я бы совсем не против была, чтобы к нам гости в дом приходили. Ну, конечно, кому хочется видеть больную старуху. О, мам, ну перестань. Какая ты старуха? Во-первых, воз определяет твой возраст как пожилой. Нет, ты тут лукавишь. Воз определяет старческий возраст семидесяти пяти лет. Так что вполне старуха. А что во-вторых? Забываю, что ученый в любом возрасте остается ученым. Ну, во-вторых, где ты сейчас видела здоровых, мама? А, да, увы. И все-таки к тебе совсем никто не приходит. Мам. Мам, раньше ведь у тебя всегда собирались друзья, подруги. У тебя всегда было много друзей. Мам, ну работают все. Все хорошо. Есть друзья, подруги. Антошка давно не приходил. Да, у меня тоже. Все нормально. Нормально, да. Забегался. Работает. Понятно. А ты где задержался, а? Я? Да, я к Сережке в клинику заезжал. Что он сказал? Все плохо. Мам, шучу я. Шучу. Язвенный гастрит. Ясно? Будем лечить. Ты должен прощупать все дела Антона. Работал он, думаю, не один. Помогали ему многие. Многие помогали. Полиция, чиновники, полиция наверняка. Я думаю, что подельники-то его и убрали. Ну и концы в воду. Угу. А в чем цемес? Цемес. Пойми, работал со мной один Антон. А зарабатывали, наверное, на этом многие. Да, но я все равно ничего не понимаю. Стас! Ну вот представь, если сейчас с моим грузом что-нибудь случится, кто несет прямую ответственность? Антон. Вот, Антона нет. Значит, никто. Это они так думают. Ты мне их найди. Найди, а уж я с них спрошу. Делается. Опа, привет, отпуск. Где мать? Да здесь я, здесь. Ага. После работы ноги отваливаются. О, подожди, у тебя с такой работой ревматизм прихватит. Ты все время в воде стоишь. А что у тебя с шеей? А, в меня сегодня стреляли. Что? Плохо машину помыла. Ты серьезно? Да. Вышла из машины и вдруг бах-бах. Подожди, поля? Нет, это как-то по-другому называется. С ней охотятся на кабана, волка. Картечь. Картечь? Точно. Я только не понимаю, кому это нужно. Ладно. Пойдем на кухню. Раны залечивать, а? Пойдем, пойдем, пойдем. Люсь, ты не обижайся. Отстань от меня. Илья! Чего тебе? Ты меня избегаешь? С чего ты взяла? Просто твоя маман не одобряет нашу встречу и все. Не одобряет? С чего бы это? Не знаю. Это ты у нее спроси. Пока. Да, Илья! Да, Илья! Спокойной ночи, мам. Спокойной ночи, милый. Спокойной ночи. Герой! Что-то Лизы долго нет. Прекрати ее контролировать. Девочке шестнадцать лет. Я тут тебе деньги принесла. Вот. Спасибо. Я отдам. Скоро. Если не убьют. Ой, типун тебе на язык. Что ты несешь? А, нормально. Слушай, мне кажется, ты зря психанула с этой мойкой. Ну, может и зря. Но мне нужно что-то делать, иначе боль становится невыносимой. Я вот, знаешь, раньше думала, что боль эта, она где-то внутри. Нет. Оказывается, она везде. И внутри, и снаружи. Все, что меня окружает, это стимулятор боли. Нет. Мойка, конечно, она не очень помогает, потому что заняты только руки. Но это все равно лучше, чем сидеть дома. Слушай, но я не верю, что твой бывший не припрятал где-то бабки. Он последние лет пять, такие дела у нас на таможне. Какие дела? Всякие. Я уверена, что где-то есть деньги. Просто их нужно найти. Нет, ну, в смысле? И вы туда же, а? У нас было сто тысяч долларов в сейфе. Их украли. Все, что у меня есть сейчас, это драгоценности. Но они недорогие. Даже если я их продам, выйдут копейки. Ну, ладно, все, не кизни ты. У меня вообще такое ощущение, что все решили поживиться после смерти Антона. Я не верю, что он мог быть связан с криминалом. Не верю. Все, девочки, я уехала. Дверь захлопните. Ты же выпила! Ты куда? Лиза, ты где? Стой там! Я сейчас приеду с тобой. Она же выпила. Я откуда знаю? Лиза! 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 Мама, че ты кричишь? С кем ты только что разговаривала? Ни с кем. Ты сейчас разговаривала с этим человеком? Ты че, за мной следишь или че? Нет пока. Но, видимо, придется. Мам, че происходит? Я не могу тебе всего объяснить. Я потому что сама ничего не понимаю. Но этот человек очень опасен. Очень. Господи, да, он просто подошел спросить, где цветочный магазин. И все. Между прочим, симпатичный дядька. Я сказала, держись от него подальше. Да я уже это слышала. От него подальше. От Ильи подальше. От всех. Из-за тебя я останусь на всю жизнь одна. Что значит одна? А то и значит. Зачем ты говорила с Ильей? Зачем? Да ничего такого. Просто попросила тебя не обижать. Кто тебя просил лезть в мою личную жизнь? Я твоя мать. Я не могу смотреть равнодушно на то, что с тобой происходит. Что со мной происходит? Что? Я наркоманка. Я алкоголичка. Или что? Зачем контролировать каждый мой шаг? Зачем? Прости, я, наверное, правда, слишком тебя опекаю. Люблю тебя. И очень боюсь потерять. Слушай, нам всем сейчас очень тяжело. Да, я... Я, правда, наверное, слишком опекаю тебя. После того, что случилось с папой, я так боюсь вас потерять. Очень боюсь. Музыка. 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 Пятый. Десять литров. Хорошо. Окей. Даш! Коля. Тысячи лет не виделись. Откуда ты здесь? Тебя выслеживаю. Интересное занятие. За это платят? Даш, я все знаю. Прими мои искренние соболезни. Да. Спасибо. Даш, может, это, кофе выпьем где-нибудь? Нет, не сейчас. Я спешу. На работу опаздываю. Так, может, вечером? Вечером можно, да. Я наберу. Да, давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Пятый. Десять литров. Вторая колоночка. Здравствуйте, Александр Михайлович. Здравствуй, Дашенька. Прими мои искренние соболезнования. Спасибо. Я прилетел. Два дня буду в гостинице «Лагуна». Послушай, завтра много встреч. Может, сегодня увидимся? Я сейчас на работу. На работу? Хорошо. Значит, перезвони, когда освободишься. Ладно. Тогда на вечере я ничего не назначаю. Салам алейкум, Даша. Салам алейкум, Даша. Салам алейкум, Даша. Одежда чистая, поглаженная. Если что-то еще вам понадобится, вы скажите. Спасибо. Спасибо. А… Роман Григорьевич, кто-то к вам. Старший следователь Ткаченко. Ага. Хорошо. У вас усы. Что, простите? Усы. Как так происходит? Убит начальник службы безопасности порта, а вы не принимаете никаких мер. Мы в контакте с полицией, разбираемся. Даже новый начальник службы охраны не назначен. Ну, мы ищем кандидатуру, а сейчас пока есть в Рио. Слушайте, а может быть, вам это просто выгодно? Ловить рыбку в мутной воде легче, а? Я не понял. В каких отношениях вы были с Грином? Ну, в хороших. Прекрасно. Давайте поговорим об этом. Я ничего не знаю. А от кого вы узнали о смерти Грина? Я… это… Я не помню. А когда вы это узнали? Ну, вы же должны помнить. Ну… не знаю. Где-то… где-то утром в районе шести. Хорошо. Значит, вы получили информацию от кого-то из членов следственной группы около шести утра, да? Ну, да. То есть, нет. Если честно, мы думали, что вы больше не вернетесь. Если честно, я тоже так думаю. Пойдем, в кафе посидим. А как же химия? Да ну ее, эту химию. Пошли. Да нет. Не знаю. Оставьте ее. Ей теперь химия очень нужна. Моющие средства всякие, шампуни для машин изучать. У них ведь теперь с мамашей профессиональная династия. Пошла ты. Стоп. Вон, смотри, смотри. Ничего так телочка, да? Так она нам сейчас машину мыть будет. Слушай, я ее сейчас сфоткаю. Может, попросим помыть ее машину в купальнике? Точняк. Скажи, скажи, что мы ей доплатим. Скажите, а у вас есть услуга мыть машину в купальнике? Конечно. Сейчас выдам вам купальник. Желание клиента для нас закон. Сейчас все будет. Осторожно, пошла активная пена. Поднимаем окна, да? Черт, ничего не видно. Не, ну так не пойдет дело. Черт. А, так это ты спер мой мопед? Я так и знал. Верни, деньги. Деньги? Какие деньги? Деньги за мопед, который я тебе заплатил. Слушай, я не помню такого. Чем докажешь? Я тебя предупреждаю. А то плохо будет. Слушай, ты вали отсюда, пока мы тебя не наваляли. Я плевать хотел на твои предупреждения. Ты понял? Пошли. Ну, говори. С ним в деле был Портнов. И Рябов, скорее всего, тоже там был подвязан. Рябов. Начальник полиции. Он самый. О, Господи, кругом коррупция. Богатая у нас страна, слушай. Воруют, воруют и никак не могут все украсть. Это люди, которые должны следить за порядком и законностью. Как пишут в газетах, какая деградация институтов власти. Мясо хочешь? Выглядит аппетитно, не откажешься. Нет, ну это я. Для Рони. Оп. Ну-ка, красавец. Вот он никогда не ухудшит руку дающего. А знаешь почему? Потому что он верный и честный. Давай, давай. Все, все. Как вас помыть? Вот как. Я смотрю, вы даром времени не теряете. А знаете, я считаю, что настоящему журналисту никакой опыт не повредит. Да, пожалуй, вы правы. Я вот по молодости вообще таксовал. А вы знаете, мне работать надо. А вашу историю я потом прочитаю в вашей прекрасной газете. Пархат. Да? Иди, собирай вещи. Ты уволен. За что? Клиенты пожаловали. Машину мыл плохо. В окно заглядывал, говорят. Искал, что украсть. Да это же чушь. Мы же все видели. Они каждый день сюда на мойку приезжают. Поприкалываться. Имеют право. Они за это платят. Постоянные клиенты. Да им не понравилось, что машину мыла не я, а Пархат. Они у нас теперь решают, кто когда какую машину будет мыть. Нет. Я здесь хозяин. Я решаю. Имей в виду. Уволишь Фархата, мы все уйдем. А, только не надо меня пугать. Слушай, я сам буду мыть. Сам будешь? Ну, давай. Интересно посмотреть. Давай. Не знал я, что адвоката на работу взял. Ладно, последнее предупреждение. Если еще раз, никто тебе не поможет. Даже она. И все, иди работай. Слушайте, а у вас железная хватка. Как это я в прошлый раз не заметил. Ну, будем считать, что я была не в самом боевом настроении. Ну да, ну да. Или я забыл очки нацепить. Знаете что, завтра приходите, поговорим. Если вас, конечно, это еще интересует. Ага. Интересует. Привет. Как ты? Как могут же дети мощиться? Особенно, когда об этом все знают. Это работа. Нормальная. Такая же, как и все. Не лучше и не хуже. Главное, за нее платят. И каждый день. А это для нас сейчас очень важно. Может, ты там будешь жить, если там так классно? Зачем вообще домой возвращаться? Нет. Жать мы будем дома. Все вместе. И все переживем. А сейчас там борщ и котлеты в холодильнике. Разогрей и накорми брата. Я приеду, все мне расскажешь. Непременно. Все брошу и буду жрать эти котлеты. Будут толстые и некрасивые. Неудачная лузерша. Здравствуй, солнышко. Здравствуй. Здравствуй. Ну, прости. Интерьер тут не очень. Со столичными ресторанами не сравнится. Но кормят неплохо. Странно. Никогда здесь раньше не была. Ну, так себе ресторанчик. Ну, прости. Ты после работы, наверное, голодная. Есть хочешь? Ай, быка бы съела. Быка бы съела. Быка нам, пожалуйста. И самого свежего. Спасибо. Спасибо. Либо, знаешь, девушка, пожалуйста, нам капрезе. У них здесь замечательные сыры, свежайшие грунтовые помидоры. Я рекомендую. Потом карпаччо из куропатки. Они в куропатках сами здесь разводят. И обязательно вот этот борщ с помпушками, с салом. Ты должна это попробовать. Это божественно. Это как наркотик. Вы прекрасно знаете наше меню. Да. И еще рагу по-ирландски. Не возражаешь? Что? Да так. Мой сын недавно готовил рагу по-ирландски. Совсем уже большевство. Ну, вот и сравнишь. Выпьешь со мной? Нет, нет. Я за рулем. Ну, а если позволение еще коньячком побалуюсь? Угу. Прекрасный выбор. Спасибо. О, а ты че пришел? Денег отдать? Или тебе получать понравилось? Понравилось? Сейчас посмотрю, как вам понравится. Эй, ты че, псих что ли? Убери нож отсюда! Ты че? Значит так. Если вы не вернете деньги завтра, я вас тут всех зарежу. Хорошо. Ненормальный. Так что я ничего толком не знаю. Сначала сказали, что авария. Вроде как уснул за рулем. Угу. Потом непонятно. На допрос вызывали. Намекали на то, что я убийца. Как это главный… Выгодоприобретатель. Точно. Хотя какая у меня может быть выгода, ума не приложу. Понятно. Если только намекали, значит увлек нет и предъявить им нечего. Да. Как ты теперь жить собираешься? Не знаю. Мне вообще кажется, что я вовсе не живу после смерти Антона. Вот что я тебе скажу. Тебе после смерти Антона здесь оставаться незачем. Антон серьезный пост занимал и ушел, оставив после себя очень много недоброжелателей. Кроме того, все уверены, что ты прячешь его деньги. Так что собирайтесь и переезжайте в столицу. Вот там я смогу помочь. Нет, нет. Никуда не поеду. Сейчас, по крайней мере. У детей здесь школа, у меня дом, работа. Знаю я твою работу. Пойми, здесь я ничего не могу. Здесь я ноль без палочки, Даша. Я сама, сама справлюсь. У меня, кстати, завтра собеседование у Гурова. Сам меня пригласил. Помочь? Я с ним хоть и шапочный, но оно знакомо. Нет, нет. Я сама должна. Все сама. Когда похороны? Послезавтра. Вот возьми. Пригодится. Нет, не нужно. У меня есть деньги на похороны. Тогда возьми для детей. Я настаиваю. Простите. Дашенька, привет. Наша встреча в силе? А, прости. У меня сегодня не получится. Завтра постараюсь. Хорошо. Не дадут спокойно посидеть старым друзьям. Точно. Дети, я дома! Герман! Герман! Лиза! 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 Что ж ты надела? Девочка моя! Лиза! Алло! Алло! Девушка! Девушка, скорую срочно! Срочно! Отравление у нас! Лекарства! Я не знаю! Много лекарств! Срочно! Что? Шестнадцать лет! Герман, там скорая приехала. Беги, встречай. Хорошо. Беги, беги. Умница. Молодец. Отойдите. Вы уже сделали свое дело. Так, ну-ка, сейчас пойдем. Помогай. Ой! Посмотрите. Что горят оттуда? Как внутри постсов? Субтитры создавал DimaTorzok Так, я поехала с Лизой из дома ни на кой. Понял? Все. Давай. Угу. Мам. Да-да, я здесь, моя хорошая. Мама, мне плохо. Ну, что ж ты наделала, глупенькая? Облюбишься ты еще. Ты смотреть будешь на это все, как на глупость. Мам, да ты не понимаешь. Я превращаюсь в какого-то фрика. У меня все сторонятся. Даже подруги. Значит, никакие это не подруги. Я еще немножко посплю. Да, конечно. Спи, спи. Ай, девочка моя. Зайдите, пожалуйста, в двести тридцатый кабинет. Там с вами доктор хочет поговорить. Угу. Хорошо. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы хотели меня видеть? Да, проходите, пожалуйста. Я подумал, что нет смысла ждать до утра, а побеседовать нам надо. Скажите, пожалуйста, вы знаете, по какой причине ваша дочь Лиза решила покончить с собой? Недавно погиб мой муж. Муж – это отец Лизы? Да, да, конечно. Потеря близких – это тяжелое испытание для подростковой психики. Как давно погиб ваш муж? Неделю назад. Угу. И Лиза сразу впала в депрессию и замкнулась? Депрессию? Нет, ничего такого я не замечала. Да, она плакала, конечно, но депрессии не было. Возможно, случилось еще что-то, что усугубило ее состояние? Дело в том, что мои дети учатся в частной школе. Лиза и Герман, ее брат. К сожалению, ситуация сложилась так, что мне пришлось выйти на работу, на мойку машин. И не все сверстники адекватно отреагировали на это. Угу. Ясно. Затравили. Я не думаю, что она хотела покончить с собой. То есть, вы думаете, что она хотела вас напугать? Не знаю. Но она не хотела умереть. Это точно. У нее были планы. Ну, давайте так. Я утром поговорю с Лизой. И тогда мы все решим. Спасибо, Кирилл Сергеевич. До свидания. Нет уж, давайте попрощаемся. И пожестче веди себя с ним. Пожестче. Ты же красивая девушка. Я вас поняла. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Вам меня выписали? Давай быстренько переодевайся. Мне надо успеть тебя домой завести. Я уже в редакцию опаздываю. Хорошо. Сейчас. Две минутки. Друзья, спасибо. Здравствуйте. Можно? Даша. Входите, входите. Присаживайтесь. Слушайте, ну, как же я вас сразу-то не разглядел, а? Ведь журналистика – это действительно ваше призвание. Вы же, вы борец по натуре. А я был неправ. Знаете, вот, старею. Или это вы меня с толку сбили своими статьями по культуре? Скажите, а как вы относитесь к журналистским расследованиям? А, хорошо отношусь. Я всегда считала, что правду лучше знать. А если она не видна, то надо ее найти. Так это отличный взгляд. В общем, так, я беру вас на работу журналистом. Кстати, и тема есть подходящая. Записывать пока нечего, Дашенька, нечего. Дело в том, что некоторое время назад в порту покончил с собой сотрудник таможни Иваненко. Полиция ничего не нашла, но есть большие, есть сомнения. Гонорар получите сразу, как только статья будет готова. Отлично. Приступаю. Вперед. Не дергайся. Ну, здравствуй, Дарья Грин. Здравствуйте. А вы кто? Я кто-то? Ты кто такая? Почему, друзья, твоего мужа не приходите на помощь, а? Связи твоего мужа не действуют. Почему? Почему ты прикидываешься бедной? Я не прикидываюсь, так и есть. Перестань ломать комедию. Что вы от меня хотите? Бриллианта я не нашла, денег у меня нет. Нет. Храбрая девочка, храбрая. Молодец. Сказала нет и думаешь, все кончилось? Нет, нет, нет. С меня спросят за бриллианты, и я верну людям деньги. Но и с вашей хитрожопой семейки получу все, до копеечки. У нас ничего нет. Есть. Есть. Дом, есть. Машины, есть. Свобода, есть. В конце концов, твои органы есть. Органы твоих детей. Весь вопрос в подходе. Иди, ищи бриллианты. И никогда не говори мне, что у тебя ничего нет. Стас! Все, 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 все. Вот. Твои четыре тысячи долларов, все, что осталось. Остальное потратил. Прости, пожалуйста. Ну ты же опять юзал. Все нормально. Мы в расчете. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Слушай, если у тебя есть время, пойдем-ка выпьем чая и поговорим. Пошли, пошли. Чего продаете? Да, обстоятельства так сложились. Дороговато, конечно, но машина в хорошем состоянии, я давно такую себе хотел. Документы покажете? Да, конечно. Пойдемте в дом. Он мой отец. Я его любил и буду любить. Даже если он вор. Но мама говорит, что человек должен быть всегда честным. Ну, я не понимаю, как можно прожить всегда честным? Послушай, мама твоя абсолютно права. Человек должен быть честным. Ага. 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 Сейчас, извините. Да, хорошо. Даша, меня тут срочно на работу вызвали. Давайте сделаем так. Так. Я завтра вам позвоню и сразу приду с деньгами. Да, конечно. До свидания. Всего доброго. До свидания. Ты должен быть сильным и смелым. Тем более, теперь, когда ты старший в своей семье. Ну, почему я старший? Ведь есть мама и… Да, и Лиза мне старше. Не это главное. Главное то, что ты мужчина. И ты должен уже сейчас это понимать. Ты должен беречь своих женщин. Понимаешь? Дашенька. Карина. Я на месяц. По делам. Дорогая моя. Ну, что ж ты мне даже не сказала? Я б хоть на похороны приехала. Милая моя. Боже мой. Боже мой. Такая прекрасная семья. Это так несправедливо. Я не знаю. А, Карин, если бы все так… В смысле? Что ты имеешь в виду? Вот. Только что прислали. А, подожди, я… Всем спасибо. На этом занятия окончены. Завтра не опаздывать. А, я хоть… Если мы так будем… Лопать. Спасибо, тренер. Работай. Илья. Илья? Да. Отлично. Может, ты слышал о крупном меценате нашего города, Юрия Павловича Карецком? Слышал. Вот и отлично. Он финансово поддерживает молодых, талантливых, надежду подающих актёров, спортсменов. В общем, ему рассказали о тебе, и он хочет с тобой познакомиться. Пригласил в гости. Круто. А только мне передеться надо. Ну, так погнали. Раз надо, значит, надо. Да. А кто их вообще прислал? Ну, откуда они? Посмотри, это же… Как будто селфи. Слушай, а может, это Кротов? Нарыл где-то в сети. Он же айтишник. Подожди. Кротов? Твой одноклассник? Ну, да. А вы что, с ним общаетесь? Появился на горизонте. После того, как Антон погиб. Клинию ко мне подбивает. Может, специально он хочет, чтобы я Антона поскорее забыла? Ну, это как-то сложно. Но возможно. Даш, а ты вообще, как дальше жить собираешься? Может, правда, Кротов? Не самый плохой вариант, а? Ну, слушай, я не про сейчас. Я о будущем говорю. Подумай. Ну, не гони его. Даже если он прислал фотографии, дай человеку шанс. Даш. Привет. Чего ты там тачишь? Да яблоки. Блин. Герман, ты как всегда. Ну, Викинти Михайлович передал. Вкусно пахнет, скажи. Угу. Давай. Давай. О! Юное дарование. Здравствуй. Здравствуй. Проходи, садись, садись. Наслышан. Наслышан о твоих успехах. Молодец. Спасибо большое. Просто с партнершей повезло и все. Ну, партнерша. Партнерша, конечно, дело важное. Но не она же все решает. А потом, наверное, у вас есть в клубе еще девчонки, подающие надежды перспективные. Ну? Ну, не знаю. Так что всерьез. Ага. Лиза Грин, а? Мне кажется, что ты с ней встречался. Нет. Ну, то есть, да. Но это тоже несерьезно и… А мне казалось… У нее мамаша совсем чоклата. Ну, что мамаша? Мамаш с мамашей. За любовь надо бороться. А? Это любовь? Ну, да. Ну, вот, видишь. Надо Лизу поддержать. Помочь надо девочке. Лизе сейчас трудно. Да. Она отца потерял денег, небось, семье нет. Ты вот узнай, есть у них деньги или нет. Ты мне скажешь. Они сами-то гордые. Ничего не расскажут. Пригляди за девочкой, а? Ну, я на тебя надеюсь. Давай. Хорошо. Еще раз спасибо. Да, пожалуйста. Давай. До свидания. Главное сейчас обратить внимание на языки. Английский хорошо или немецкий выучите. И все, прямая дорога в Германию учится. Ну, и конечно, жить будьте у меня. А экзамен там надо какие-то? Я не знаю, сдавать. Нет, нет, нет. Достаточно языковой тест тут дома хорошо сдать. Все. Ну, я остаюсь. Я никуда не поеду без мамы. Я остаюсь. А давайте я сейчас быстренько шарлотку сделаю. Нет, давайте только не шарлотку. Она реально очень калорийна. Я не знаю, с этими яблоками. Давайте их запечем. Ну, и для кожи полезно, да? Да. Что бы я без тебя делала, Лиза? Так бы и ходила толстая, с ужасной кожей. Ребята, извините, я Дашунь. Мне надо уже поехать. Меня мама ждет. Спасибо, что заедала. Да ты что. До свидания, тетя Карина. Счастливо, пока. Кстати, у вас газом что-то пахнет. Да? Чувствуешь? А я не чувствую, у меня нос заложен. Пахнет-пахнет. Ты вызови мастера. Хорошо. Нет. Так. Вот. Это диверсия, это разрез. Страховочку хотите получить, да? Так, да вы что, какая страховочка? Мы там не трогали ничего? Я не знаю. Надо звонить диспетерскую Петровичу. Алло, Петрович? Да. Ну, тут у нас умышленные. Да. Звони в полицию. Петрович, звони в полицию. Зачем в полицию-то? Это ж диверсия. Будет взрыв. Погибнут люди. Люди погибнут. Ну, что? Может, это новенький сделаем? А сколько это будет стоить? По прескурах. Хорошо. Давайте, меняйте. Ага. А? Ага. Угу. Угу. Да, алло. Дарья Юрьевна, дежурный сообщил, что у вас была попытка подрыва? Да, быстро к вам новости прилетают. Ну, все цело, да? Да, отлично. Мы тогда за трудом подъедем. Побеседуем. Хорошо, я подожду. Спокойной ночи. До свидания. Дети, поднимайтесь. Мы школу проспали. Дети, поднимайтесь. Мы школу проспали. Мамы не стали тебя будить. В школу доедем сами. Хм. Ну, хоть дети у нас получились прекрасные. Ну, что? Я закончил. Иди, иди. Угу. До свидания. Всего доброго. Газовщик говорит, что это сделано намеренно. Да к папке не ходи. Вот как металлические волокна перерезаны. Кому это нужно, я не понимаю. Можно подумать, я что-то тут понимаю. Так, Дарья Юрьевна, садитесь. Ну что, давайте думать, какие у вас есть мысли, идеи, подозрения. Какие подозрения? Ну, кто бы мог желать вашей смерти? Не знаю, никто. Понятия не имею. Это Карецкий. Здрасте, Юрий Павлович. Скажи-ка мне, мил человек, что ты как начальник порта предпринял, чтобы мой груз отправить, а? Ну, ведь это не в нашей компетенции. Все грузы на СВХ. Я не могу. Я не могу ничего сделать. И вообще непонятно, что происходит. Может быть, они контрафакты ищут? Кому как не тебе знать, что Карецкий контрафактом не торгует? Конечно, конечно. Я не это имел в виду. Тут ко мне следователь столичный приходил. Я не знаю, он уже неделю здесь рыщет. Не знаю, что он там нарыл. Следователь? Ты вот что, включай мозги и реши, как моим людям доступ к грузу обеспечить. Сегодня же реши. Конечно, конечно. Так, хорошо. Кто вчера у вас побывал на кухне? Никого подозрительного. Я, дети, Карина. Карина — это кто у нас? Моя подруга старинная. Если бы не она, мы бы все вчера взлетели здесь в воздух. А ваши, конечно, вне подозрений, да? Не беспокойтесь. Я их всех проверю. Вы думайте, думайте давайте. Кто там? Электрик, сантехник, доставка еды. Ну, кто там мог? Нет. А, покупатель приезжал, интересовался машиной. Но он пробовал всего несколько минут. Так. Что, машина не понравилась? Нет. Сказал, что на работу срочно вызывают. Имя? Иван. Ну, фамилии там. Что еще? Ну, откуда я знаю? Он по объявлению приехал. И уехал. Прекрасно. Телефон есть? Телефон? Вот. Вот. Будь ласка, вы лишите ваше голосовое поведомление… Мне звон доступу. Ну, ничего, хоть какая-то нитика. Главное, чтоб она не оборвалась. Значит так. Если что, сразу звоните мне. И будьте осторожны. Вы кому-то очень не нравитесь. Здравствуйте. Я старший следователь Ткаченко. Подготовьте документы по задержанным грузам. Рита, собери мне документы по задержанным грузам. А в чем, собственно, делать-то? Есть информация, что они оформлялись по заниженным инвойсам. Надо все проверить. Сегодня занимаюсь бумагами, завтра у вас. Да, Эмиль Демьянович. А, заходите, заходите. Ну что, Дашенька, есть что-то, за что можно зацепиться по Иваненко? Да, есть. Переговорила в порту. Иваненко явно ожидал некого прихода денег. Машину собирался покупать. Потом узнала адрес матери Иваненко. Вот, попробую еще с этой стороны что-то накопать. В общем, буду искать какие-то подтверждения, документы. Пока только сломала. Ну что ж, уже неплохо. Работайте. Судя по всему, Даша проигнорировала фото. Никакой реакции. Ромочка, что вы все паникуете? Нервничайте. Расслабьтесь, еще. Время есть. Мне Корецкий звонил. Сказал, что теряет терпение. А он не привык что-то терять. Не любит. Клоун. Я с детства боялся клоуна. А зачем ты вообще обсуждал с ним наши дела? А как? Он позвонил. Он не в курсе был наших дел с Антоном. Получается, ты прокололся. Стал обсуждать, значит, знаешь свою вину. Нам необходимо вытягивать груз Корецкого. Иначе мы погибли. С Иркой мы развелись десять лет назад. И все эти годы я вспоминал тебя. Знаешь, я сейчас понимаю, как был неправ тогда. Да. Коль, ну это было почти двадцать лет назад. Чего я сейчас об этом? Ну и что? Я же знаю, что был неправ. Хочу извиниться. Когда-нибудь я же должен это сделать. Даша. Прости меня. Уже простила. Выпьем за это. Да, ты права. Вино здесь, конечно, отвратительно. Да и кофе тоже. Дашка, а у меня дома есть бутылочка португальского вина. Поехали. Ну, не знаю. Коль, не могу. А поехали. А что, если мы отправим вам другую водку? Ну, чё? Документы у тебя, состав ты знаешь, а я знаю поставщиков. А его проведем под другим документом? Это же гениально. Толь, ты гений. Ну, бывает. Дашка, ты такая красивая. Каким я идиотом был, ужас. Я так люблю твои глаза. А скажи, это ты мне фото прислала? В голом виде? Да. Ну, и как тебе понравилось? Могу продемонстрировать, живьём хочешь? Да причём тут ты? Ты меня запутал. Я вообще не понимаю, о чём лечь. Ух ты! А я не знал, что твой муж такой гад. Нет. То есть, это не ты прислал? Да нет, а ты думал, что я. А вообще, зачем тебе прислали? Это фото, если твой муж умер, а? Не знаю. Да. Ты знаешь, я теперь тем более не могу понять, что вмешает нашим отношениям, если твой муж позволял себе вот это при живой и прекрасной жене. Может, воспитание? Смешно. А, слушай. Совсем из головы вылетело. Мне же надо перед Глафредом отчитаться. На работу. Надо срочно. Срочно. Вот прям только сейчас вспомнила. А ты уверена, что это не фотомонтаж? Ты этих тёлок знаешь? Да, знаю. Даже та? Алло. Дашка? Привет. Да, вечером могу подскочить. Ага. Цем-цем. Да. Здравствуйте. Мне нужно поговорить о вашем сыне Александре. Я считаю, что Сашу убили. Только у меня нет доказательств. Проходите. Спасибо. Я ещё с детства обнаружила, что Саша алкоголь не переносит. Да, это смешно. Извините. Ему было 13 лет. Я ему капель Валерьяновых накапала на спирту. И у него такой приступ случился. Он опух и, ну, чуть не помер. И тогда ему врач сказал, хочешь жить? Держись подальше от спиртного. Скажите, а эта запись есть в медицинской карте? Да. В детской. Ну, у вас её, конечно, нет. Почему же нет? Есть сейчас принесу. Минуточку. Вот. Сейчас, секундочку. Сейчас, сейчас, сейчас. У меня всё есть. Вот эта запись. А скажите, а какое у Саши было настроение в последнее время? Нормальное. Планы строил. Окна хотел мне поменять. Простите. Лиз, Лиз, привет. Что надо? Смотри, у меня есть два билета на примерный показ. Последние места. Можем сходить. Мне некогда. Хорошо. Но тогда, может, мы… Привет, Лиз. Привет. Чё тебе надо? Ничего. Пошли. Спасибо, брат. Пойдём. 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 Привет. О, привет. Чего Наташка собрала? Она не сказала тебе? Не, не сказала. Сказала просто прийти и всё. А, мне кофе. Может, она по поводу Иваненко этого что-то раскопала? Да что она могла накопать? Тоже мне. Мисс Марпл. Ну, точно не мисс, а миссис. Неважно. Только зря она суются в расследовании убийства Иваненко. А чё, ты что-то накопала? У меня есть ощущение, а ощущение к делу не пришьёшь. Только вот… Там точно что-то есть. Ну, а что ей остаётся делать? У него теперь работа такая. Ну, я ничего не знаю. Всё, что знала, уже сказала. О, привет. Добрый вечер. Привет. За последнее время я узнала очень много нового об Антоне, чего я представить себе не могла. И вот вчера мне открылась новая грань. Ты спала с моим мужем? Даш, ну ты чего? С чего ты взяла? Да, продолжай. Это… Это совсем не то. Ну… Даша, подожди, ну чего сейчас уже? Корпоративы, коллеги. Ну, мало ли что случается. Ну, вы-то не коллеги. Ну, то и шлюха. Знать больше не хочу. Ни одну, ни другую. Дашка. Молодец. Все, флешка у меня. Сейчас деньги переведу, и водка будет завтра. Так что давай договаривайся с Корецким. Куда её подвезти-то? Ага. Лиза, Герман, вы дома? Я сейчас что-нибудь соображу на ужин. А мы уже поели. И у нас для тебя сюрприз. Та-дам! Кушать подано. Очень интересно. Вилка там. Как… Как необычно. Угу. Итак. Секунду. Просто сервис, все включено. Кушать подано. Бон аппетит. Марси. Куда? А руки? Подловили. Я поухаживаю. Я поухаживаю. Нет, это, это… От людей слышал, что Дашка там что-то в порту вынюхивает. Опасно это. Да. Мужа её убили. Как бы дети сиротами не остались. Да. Ты скажи это. Ой. Как... Тихо. Где? Куча. Тихо. 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 Это нас ограбило. Как ограбило? Антон вывел все деньги за два дня до смерти. И теперь уже псевдо-смерти. Я в этом уверен. Деньги-то за водку отдавать надо. А как? А чем? Я Корецкому твердо пообещал. Слушай, а если деньги не Антон вывел, а Вика? Хватит истерить. Да, слушаю. Борис, здравствуй. Мне нужно с тобой поговорить лично. Поговорить? А о чем? Понимаешь, я веду одно журналистское расследование про самоубийство в порту. И чем я тебе могу помочь? Мне нужно знать детали. Слушай, ты ведь дружишь с Леной из УВД. А она лучше меня знает. Да, только у меня вопросы больше по твоей части. Хорошо. Давай в обед около морга. Анатолий, а что вы здесь делаете? Почему не позвонили? Все деньги ушли со счета. Ты в курсе? А как я могу быть в курсе? Это же ваши дела. Ну да, согласен. Я зайду? С чего бы это? А что, дом кто есть? Дома никого нет. В магазин я секундочку выбежал. А почему-то я отчитываюсь перед вами. Вы мне кто? Да, согласен. Антон где? Антон умер. Ага. А что ты так спокойно об этом говоришь? А он мне кто? Сват, брат? Да, опять согласен. Ладно, пойду. Слушай, что-то в горле пересохло. Можно водички попить? Нет, да. Ну ладно, попью в другом месте. КОНЕ ozone почем? ОН? Finding на экран adик? Нет, да. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Прошу, смотрите. Если что-то интересует, задавайте вопросы, я с удовольствием вам отвечу. Все нормально? На сегодня достаточно. Виктор? Алексеич. Алексеич, может быть что-то еще? Здравствуйте. Здрасьте. Я вообще-то вас не вызывал. Послушайте, вы собираетесь что-нибудь делать? Или ждете, когда меня убьют? Ну, мы ищем того, кто вас стрелял. Если вы не видите результатов нашей работы, это не значит, что мы ничего не делаем. Как только у нас появится какая-то информация, так вам сразу сообщим, что это. Это? Да. Тормозная трубка. Кто-то ее перерезал. И я чуть не разбилась. Уже неделю на меня кто-то охотится, а вы? А что я? Охрану-ка вам представить я не могу. Вы же говорите, врагов вас нет. И мы не знаем, есть ли видимые причины, кому-то желать вашей смерти. Значит, причины во мне. Думаю, многое зависит от вас. От меня. Да. Мужа вас убили. На вас было покушение. Но, вы же говорите, врагов нет. Денег после мужа у вас не осталось. Но, если вы считаете, что на вас кто-то целенаправленно охотится, но вы не желаете информацией делиться, охрану наймите и все. То есть, вы так не считаете? Конечно, нет. Надо быть полным идиотом, чтобы пытаться застрелить человека из-за кончего обреза. Да с такого расстояния. Захотели бы убить, пальнули бы в голову снайперской винтовки. Или в упор из пистолета подворотник. Вот и весь сказ. То есть, они так развлекаются? Ну, я думаю, они вас просто хотят напугать. Ну, зачем кому-то меня пугать? Вот это вы нам расскажите. Почему это ваша семья оказалась в эпицентре всех криминальных событий города? Не знаю. Но денег на частную охрану у меня нет. И вы прекрасно это знаете. А еще я знаю, что вы контактируете с криминальными авторитетами нашего города. Зачем? Может, это потому, что на вашу помощь я не рассчитываю? Звучит музыка. Звучит музыка. Да, мам, привет. Здравствуй, Даша. Нам нужно с тобой сегодня поговорить. Давай, только быстро. Нет, не по телефону. Нужно встретиться. Это не телефонный разговор. Тогда давай попозже. У меня сейчас важная встреча. По Иваненко? Да. А откуда ты? Не ходи. Почему? Что за бред? Послушай, это не бред. Ты подвергаешь опасности не только себя, но и всех нас. Мам, давай потом, потом поговорим. Хорошо? Здравствуй, Даша. Здравствуй, Боря. Здравствуй, Боря. Мне нужно, чтобы ты мне рассказал все, что знаешь про Иваненко. Ну, как ты понимаешь, про живого Иваненко я мало что могу рассказать, поскольку знакомлюсь с людьми в основном после их смерти. Это я понимаю. Так же, ты понимаешь, что я нарушаю все должностные инструкции, поэтому не повторить, не подтвердить своих слов я не смогу. Угу. Но ты жена, прости, того Антона, я хочу тебе помочь, чем смогу, поэтому спрашивай. Что тебя интересует? Мне нужно твое квалифицированное заключение о смерти Иваненко. Все, что ты знаешь. Ну, картина примерно такая. Его достали из воды с обрывком веревки на шее, и предполагается, что к ней был привязан камень. Ну, камня не нашли. Но это не значит, что камня или какого-нибудь другого тяжелого предмета не было. То есть, ты думаешь, что предмет был настолько приметный, что его просто не захотели найти? Думаю, но не утверждаю. На руках ссадины, ногти обломаны. Скорее всего, он хотел развязать, узел он тут намок. Разбух и не поддался. Развязать узел? То есть, он не хотел топиться? Нет. Ничего это не значит. Самоубийцы тоже в последний момент инстинктивно борются за жизнь. Может, он просто по пьяному делу решил свести счеты с жизнью? Крови, алкоголя не было. Но я обнаружил остатки каннабиоидов. Наркоман? Ну, каннабиоиды гарантированно в течение недели остаются в крови. И поэтому не факт, что он был в момент смерти в состоянии наркотического опьянения. Тайно на наркомана он не похож. Может, покурил он? Что еще? Ну, не знаю, сколько тебе будет это интересно. Он был аллергиком. При этом список аллергенов достаточно большой. Три года назад ему вырезали аппендицит. Геморрой, плоскостопие, проблемы с сердцем. А, а еще я обнаружил еле заметную гематому на мышцах брюшной полости, в районе печени. Его били? Тоже не факт. Он мог во время падения или когда топился, просто удариться. Ну, пожалуй, все. Ладно, Борь, спасибо большое. Пойду. Да, ты иди, а я еще посижу здесь. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы тот самый новый следователь из столицы, да? Допустим. Очень приятно. Дело в том, что тут народ интересуется. По какому поводу эти все ограничения и как долго они продлятся? Так это вопрос не ко мне. Это ж ваше ведомство наложило ограничение, а нам ничего не говорят. Слушайте, ну, может быть, какие-то акцизы новые или пошлины, или, может, новые сертификаты? Может, акцизы, может, пошлины, может, сертификаты новые. Понятно. Спасибо. Не за что. Да, мам, я возле кафе Лиман. Можем пообедать вместе заодно и поговорим. Ага. Закажи мне что-нибудь. Я скоро. Здравствуйте. Мне столик на двоих. Можно? Пожалуйста, присаживайтесь сюда. Спасибо. Продолжение следует. Здравствуйте. 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 Я знаю, вы интересуетесь смертью Иваненко? Предположим. А с кем я говорю? Моя фамилия Задорожный. Я дружил с Иваненко. И знаю, кто и за что убил его. Продолжайте. Он раскопал историю с заниженными инвойсами, и у меня есть доказательства. Мы можем встретиться, скажем, через полтора часа? У фонтана. Через полтора часа. Я буду в красной куртке, и я сам к вам подойду. Ну, если меня не будет больше получаса, уезжайте. Пожалуйста. Спасибо. О, ты еще ничего не заказала? Тогда мне, Цезарь. Мне тоже. Держись. Ну, давай. Рассказывай. Чего мне делать, не следует. Можно подумать, я тебя всю жизнь во всем ограничивала, да? Да. Но сейчас не об этом. Ну, не нужно тебе заниматься этими расследованиями в порту. Антона убили. Я за тебя боюсь. Раньше ты говорила, что его убили за его темные делишки. Одно другого не исключает. Вот он сам у нас куда не нужно и получил по заслугам. Вот именно. Возможно, его убили те, кого он хотел разоблачить. Я хочу это доказать. О профессии вспомнила. А не нужно было сидеть на одном месте с Сидним. Ну, уже б давно главным редактором была бы. И не бегала бы сейчас в поисках работы. Спасибо. Мам, не начинай. А что не начинай? И вообще, что ты предлагаешь мне делать? А нужно было за Кольского послушать. И в столице перебираться. Ну, конечно. Бросить дом, жизнь здесь. Переехать и жить на иждивение. И все время ждать от кого-то помощи. Ну, уж нет. Ну, дурочка. Надо же с чего-то начинать. Ладно. Расскажи мне лучше, откуда ты знаешь про расследование в порту? Есть у меня один знакомый человек. Умный. Заботливый. Он сказал. Ну, так ты передай своему знакомому, что его задача заботиться о тебе, а не обо мне. Крутая стала, да? Умная. А кругом все дураки. Вообще-то я не это имела в виду. Ладно. Приятного аппетита. Ощущение, что ты готовился к своей смерти. Никаких следов не оставила. Субтитры создадал DimaTorzok Лиза, зайди в бухгалтерию, скажи, что я вечером завезу деньги. Что? А, нет, деньги пока не нашла. Но, думаю, занять у бабушки или машину продам. А разве уже есть покупатель? Пока нет. Надо снизить цену и сразу уйдет. Куда это он? Не знаю. Может, в туалет. Очень вкусно. Спасибо. Да уж, нашел время поиграться. Класс. Ничего себе. Ты где их взял? Украл? Да, украл. Быстро взял и вернул хозяину. Мам. Никаких мам. Ты что думал, я возьму краденные деньги? Ничего я не думал. Это я украл из папиного сейфа. Чего ты врешь? Сейф уже давно пустой. Все с ворона до нас. Лиза, что ты несешь? А ты не понимаешь? Он их украл до того, как нас ограбили. Да уж, конечно, братец. А чего мы еще про тебя не знаем, а? Лиза, это не смешно. Ладно, все. Ты хоть в школу едешь, медвежатник? Ты с профессией уже определился, а? Я же сказала, не звоните мне больше и не появляйтесь. Видеть вас не хочу. Да кому его надо? Я вот что. Дарья Юрьевна, хочу вам дать дельный совет. Он и нервы вам, и жизнь бережет. И не только вам. Кто вы такой? Это не важно. Откуда у вас мой номер? И это не важно. Да что, сто разки игры? Важно другое. У вас же двое детей, правильно? Так вот, если вы не перестанете совать нос в чужие дела, с ними может случиться несчастье, особенно с Лизой. Она ж у вас такая доверчивая. Не трогайте моих детей, слышите? Не смейте. Из школы не выходите, дождитесь меня. Из школы не выходите, дождитесь меня. Дарья Юрьевна, к сожалению, не могу вас пропустить. Почему? Ваш пропуск аннулирован. Аннулирован кем? Лично в начале комфорта портновым. И я этому рад. Рад? Да. Я работал с Антоном Сергеевичем. Я считаю его, считал очень хорошим человеком. Поэтому я не хочу, чтобы вы лезли в это змеиное гнездо. Угу. А расскажете что-нибудь об этом змеином гнезде? У меня семья, дети. Извините. Соедините с начальником порта. Пресс. Это Дарья Грин. Вы хотите, чтобы завтра вышла статья о том, что вы участвовали в преступных схемах в ПАТУ? Угу. Угу. Да. Может, не стоит? Благодарю. Ну что, ты скоро? Да мне еще один урок. Тогда я домой пойду. А вообще-то мама сказала дождаться ее здесь. Я что, маленький? А кто? Да. Сам пойду. Дарья Юрьевна, вам сюда нельзя. Вы меня знаете? Конечно. Вы вдова начальника, простите, Антона Сергеевича. Угу. Хорошо. А как же мне попасть туда официально? Через Гололобова, начальника таможни. Там надо написать заявление, указать причины. Но я вам не советую. Почему? Покойный Антон Сергеевич хорошо к нам относился, многим помогал. Я не хочу, чтобы у вас были неприятности. Хорошо. Поняла. Спасибо. Простите, а вы… А вы знаете Задорожного? Знаю. Но сегодня я его на работе не видел. Угу. Слышь, пионер! Иди сюда. Тебя как звать? Герман. Герман? Герман, хочешь денег заработать? Да, хочу. Отнеси, пожалуйста, вот этот пакет. Тридцать пятый дом, восьмую квартиру. Это что, наркотики? Не, я этим не занимаюсь. Ты что? Какие наркотики? Это лекарство. А почему тогда сам мне отнесешь? Понимаешь, у меня друг болеет. А у нее жена ведьма. Она меня терпеть не может. Боюсь, дверь мне не откроет. Угу. А предоплата будет? Конечно. Конечно. Вот. Все там. Спасибо большое. Давай. Давай. Закрыто на оба замка. Похоже, Германа нет дома. Набирай. Че тебе пацан? Меня просили передать вам, пока ваша жена не видит. Какая жена? Чья жена? Ну, ваша жена. А, моя жена. Так заходи. Да не, у меня нет времени. Мне только… Почему? Чего? Есть время. Заходи. Чайку попьем. Давай, поговорим. Проходи. Садись. А? Можно? Спасибо. Спасибо. Так. Сейчас я забабахаю чайку. Не отвечу этому. Мам, ну ты че? Ну, заболтался с кем? С кем не бывает. Есть же захочет, точно придет. Кто звонит? Сестра моя. Точно? Ну да, это ее номер. Да. Ах ты, штукач, ментов привел? Ну, держись. В смысле… В смысле? Каких ментов? Теперь тебе ничего не поможет. Ой, извините… Ну куда ты? Ну что ж ты? Ты смотри. Справился пионер. Алло, Лиз, ты чего звонила? Ты вообще где? Мы с мамой тебя обыскались. Алло. Да я к пацанам зашел. Когда домой? Да уже иду. Давай. Чего так тяжело дышишь-то? Да влюбился. Дурак, давай быстрее. Мать не нервничает. Хорошо. Давай все, давай. Что это? Водка из таможенного склада. Водка? А на кой? На нам. Я не знаю. Водитель сказал прямо здесь разгрузится. Ну, аппарату. Тут водку вернули со СВХ. Что нам с ней делать? Выжрать все до вечера. А что с ней делать? Идиоты. Ну, конечно же, все разгрузить на склад. И побыстрее. Понял. Понял. Я скоро буду. Лично все проверю. Та-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра. Мам, я на танце. Сейчас узнаешь. Ерман, ты что, не получил мое СМС? Какой СМС? Я просила тебя дождаться меня в школе. А, ну так последний урок отменили и мне ждать тебя целый час. Я прошу тебя, делай так, как я говорю. Потому что говорю я это не просто так. Мам, ну я что, маленький? Где ты был? Ну там с пацанами одну тему перетерли. Что? Перетерли тему? Что за язык такой? Ты что, уголовник что ли? Мам, это сленг. Так сейчас все разговаривают. Кто все так говорят? Я так говорю. В моем окружении так кто-то говорит. Ну, молодежь так и разговаривает. Ой, молодежь. Ладно, все, иди. Мой руки и за стол садись. Угу, окей. Привет. Чего так долго? Извини, брат запропастился. Мать нервничает. Пришлось ее жалеть. Пойдем. В зоне прилета вас будет встречать господин Гюллер. Спасибо. Он отправит вас в гостиницу и будет сопровождать во время выступлений. Возникнут вопросы к нему. Все понятно? Спасибо. Пожалуй, пора. Спасибо. Спасибо. Люпа, а вы не остаетесь на тренировку? А у нас в Стамбуле выступление. Нам и деньги за это заплатят. А помнишь, как мы классно в прошлом году выступили в Болгарии? Нас же турки тогда и заметили. Ладно, девчонки, мы побежали. Давайте. Удачи. Ну, а ты тренируйся. Может быть, и тебя куда-нибудь возьмут. Мам, а это правда, что наш папа вор? Ну, вернее, был вором. С чего ты взял? Ну, мне в школе говорили, что папа обокрал порт на десять миллионов долларов. Глупости. Ваш папа был хорошим человеком. Просто, когда человек умирает, все воровство, которое происходило вокруг него, пытаются повесить на него. Ваш папа боролся с этим как мог, но не совсем смог справиться. Его убили только из-за того, что он боролся с воровством? Не знаю. Может быть. Просто теперь его смертью пользуются нечестные люди. Получается, если он не справился, страдаем теперь мы? Страдаем? Ну, да. Если он вор, то у нас много денег. А мы прикидываемся, что мы бедные. Ну, во-первых, мы не прикидываемся. Во-вторых, мы не бедные. Просто теперь немножко сложнее будет жить. Ну, у нас прекрасный дом. Я, наконец, нашла нормальную работу. Значит, на учебу, еду и одежду я вам заработаю. Мам. Тебе будет трудно. Ну, ничего. Справимся. Главное, вы сделайте так, чтобы все это было не напрасно. Учитесь хорошо. Открой мне этот ящик. У вас есть какая-нибудь тарелка? Ну, емкость какая-нибудь. Принеси. Принеси тарелку. Угу. Вот. Чищи не было? Выйдите все. Принеси тарелку. Угу. 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 Лукос. Ну, тогда Яша. Еще подруга называется. Ничего мне не сказала, что спала с этим мерзавцем. А ты лучше? Ты что-то мне сказала, ты расшифровалась. Так это было пять лет назад. Чёрт знает, когда вообще. У меня это тоже было пять лет назад. Он что, с нами обеими одновременно? Вот гад, а. А представляешь, как Дашке после стольких лет узнать все это дерьмо. А потому что мы вечно влюбляемся, как дуры, а эти козлы пользуются нами. Мне вот только интересно, кто мог нас снимать? Я с Антоном точно была одна. Так я тоже одна. Или ты думаешь, я весь спорт туда привела? Ну, тогда кто? Непонятно. Не знаю, но нужно как-то помириться с Дашкой. Ты думаешь, она простит? Ну, она добрая. Да, добрая, добрая. А так нас футбольнуло. Ни один мускул на лице не трогает. Ну, а ты как бы поступила на ее месте? Хорошо, надо попробовать с ней поговорить. Да, она и шлюшка. Слышь. Слышь. Это тебе привет от Карецкого. Просил передать, чтобы ты забрал свое дерьмо и вернул его товар. Понял? Пойдем. Отдыхай, дедуля. Что надо? Слушай, я здесь подумала, может нам тоже работу подыскать, а? Хорошая мысль. Какую? Да не знаю. Ну, мне в школе наркоту предлагали продавать. А ты что? Ты что, дура? Конечно отказался. Я про нормальную работу, ты что? Вот какую? Ну, мойка есть. Там как раз новые вакансии добавили. И тебе по-взрослому, а ты? Ладно. Безусловно, проверки правоохранительных органов могли бы пролить свет на причины, по которым руководство порта и таможни смотрит сквозь пальцы на заниженные инвуисы. Но, видимо, нашим правоохранительным органам по каким-то причинам не интересны экономические преступления, так же, как не интересны отцам города. Прошу разрешить доступ на СВХ сотруднику газеты «Черноморский вестник». «Черноморский вестник» Не боись, это я. Что-то ты неважно выглядишь. Что случилось? С кровати упал. Так, а если серьёзно? А если серьёзно, нашлись добрые люди. Встретили по одёжке. А проводили чуть похуже. Так, ну что, давай искать этих добрых людей. А чё их искать? Они привет от Корецкого передали. А причём здесь Корецкий? Мы же ему всё отдали. А ты извилинами пошевели. Это что получается? Отдали не то или не полностью? Вот именно. Значит, там было что-то более ценное, чем водка. Именно. Так, а что у нас вариантов-то? Наркота, либо… Ну, это уж по твоей части, товарищ полковник. Йогурт будешь? Да, а кто там? Извините, что разбудил? Посылку передали. Ну, хорошо. Присаживайся. Говори. Предлагаю перейти на более жёсткие меры. Ну, раз Дарья Грин не понимает по-хорошему, то… Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Попугать можно. Даже мать потихоньку. Ну, аккуратненько, аккуратненько. Вдруг у неё в столице какие-нибудь связи. Старинный друг погибших родителей Антона и… Все? Все. Вот это меня и беспокоит. Все закрутилось в слишком тугой узел, понимаешь? Очень тугой. Да. Что там? Журнал откуда? В дежурке оставили, как обычно. В дежурке оставили, как обычно. О'клубки que появились. Да. Все. Окей. О'клубки. Фуэлл. Мне опять к начальнику звонить? Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. Вам чего? Я из газеты «Черноморский вестник». Мы присылали вам письмо. А, да-да. Вот оно. Отказать? А причина? Ну, про это я ничего не знаю. Да это и не мое дело. Скажите, пожалуйста, а Владимир Анатольевич у себя? Его нет. Понятно. Тогда, может, вы что-то знаете о причине остановки экспорта крепкого алкоголя? Девушка, вам самой жить надоело? Вы еще кого-то с собой прихватить решили? О чем-то вы? Ни о чем. Девушка, я ухожу на обед. Уйдите, пожалуйста. Ой, Дашка, привет. Какими судьбами? Ну, прости меня, пожалуйста. Молодая была дура. По пьяни случилось. Как ты могла скрывать-то от меня столько лет? Ну, а как я? Как бы я призналась? Я боялась тебя потом потерять. Ну, прости меня, бес попутала. М-м-м. Я бы сказала, что тебя попутала. Ладно, черт с тобой. Забыли. Дашка, ладно, жди меня на улице, я сейчас прибегу. А, ладно. Девушка, дайте мне документы. А, да-да. Вот они. Прекрасно, спасибо. Пожалуйста. Даша! Даша, подожди, пожалуйста. Слушай, у нас тут в порту такое после смерти Антона творится. Ну, всех собак, естественно, повесили на него. Как будто он всем тут заправлял. Все же знают, что тут замешано и все начальство, и полиция. Даша, я… Вот. Вот декларация. Смотри, цену. Пять центов. М-м-м. Может, столько стоить водка. А вот та же водка. Нормальная декларация. Пятьдесят центов. Понимаешь? Да. На, возьми. Я вечером зайду. Да, заходи уже. И вторую эту потаскушку захвати. Спасибо тебе, Дашка. Ну все, до встречи. Давай. Давай. М-м-м. М-м-м. Дарья Юрьевна, а куда подевались ваши манеры? Что это такое? А, простите, а вы прочитали статью, я вам вчера отправила? Да, прочитал. Хорошо написано, но мало фактов. Одни домыслы и предположения. Вот те самые факты, которых не хватало. Ну что, молодцы ребята. Хорошо устроились. Ну что, срочно в номер? И не подумаю. Почему? Вы название фирмы видели? Nuclear Trade. Знаете, кому принадлежит? Не знаю и знать не хочу. Какая разница? Это Корецкий. Авторитетный бизнесмен, как теперь говорят. Личность, сколь оригинальная, столь же и опасная. Пропал один свидетель. Близкий друг Иваненко. Его похитили на моих глазах. И что? Его больше нигде не видели. Ни дома, ни на работе. Он нигде не появлялся. Полиции вообще все равно. Ну так, тем более не стоит в это лезть. Вы боитесь? Боюсь. Еще как боюсь. У меня внуки. Но у них есть родители. Если со мной что-нибудь случится, будет кому о них позаботиться. А у вас? Дети. Случись с вами что? С кем они останутся? Вот так-то. Алло. Привет. Я соскучился. Может, встретимся? Чего вдруг? Ты же был сильно занят. Да, но, короче, я понял, что мне без тебя очень сильно плохо. Давай встретимся, поговорим, обсудим все. Не сегодня. Завтра тогда? Я подумаю. Хорошо. Я тогда тебе наберу? Угу. Тихо. 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 Давайте с вами все в порядке? Уезжайте отсюда быстрее. Давайте, давайте. А ну, пошли отсюда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что случилось? Мам, почему ты так выглядишь? Даш, меня только что пытались убить Кто? Зачем? Понятия не имею Я вообще ничего не понимаю в последнее время Дашенька Дашка Прости меня, пожалуйста Прости меня, прости, пожалуйста А чего ты вообще остановилась? Сейчас столько гопоты вокруг Да мне показалось, что я сбила, может, животное Перед машиной мелькнула какая-то тень Потом бах, глухой удар Да, да, это типичная подстава Тачку хотели отжать Машину? Угу Нет, не думаю Мне кажется, они хотели убить меня А потом сжечь вместе с машиной По той же схеме, что убили Антона И как ты выбралась? Ну, выскочил какой-то мужчина Всех разогнал А что вы тут сидите? Спать уже пора Ну, мам Давайте, бегом Ребят, давайте, давайте Уши разнесли Взрослые общаются Спокойной ночи Спокойной Спокойной ночи, мам Пока До свидания Ой, не знаю, у меня в последнее время все так смешалось Я иногда жалею, что просто не уехала отсюда куда-нибудь подальше Ну, ничего, подруга, все наладится Наладится Я бы уже трупом была, если бы не какой-то... Бэтмен? Дашуня, прямо сейчас возьми и позвони Рябову Все ему расскажи Нет, сейчас поздно уже, завтра позвоню Ты чего сидишь? Нам пора Давай, давай, давай Куда? Нас такси ждет уже, я вызвала Оставайтесь у меня Не, 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 давай, Дашунь Ну, Лея Давай, давай, ну там за каждую минуту надо платить Пошли, очень вкусно, спасибо Кас Давай Все, все, пошли, пошли, пошли Сами приготовили? Ну, не, сами приготовили Давай, 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 давай Идите Ну, ладно Так Держись, подруга Прямо с утра, в Крябову, ты обещаешь? Угу, обещаю Спасибо тебе Спасибо, спасибо, спасибо Спасибо, все, давайте, идите уже Спасибо 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 Ну-ка быстрей, быстрей, быстрей Стали еще Пока Пока, пока Пока, пока Все, пошли, пошли, пошли Давай Подружки, потаскушки Да, я слушаю Дарья Юрьевна, вы же помните о нашей договоренности? Хотела узнать, как продвигаются поиски Я искала, я везде искала, ничего нет Что мне еще делать? Спи давай, поздно уже Мам, у нас в школе сана обработка, завтра выходной Ну, все равно спи Давай, ложись уже Мам, я хотела сказать У нас тут девчонки едут в турне за рубеж Танцевать будут Ну, это интересно, денег заработают Я вот подумала, может, я с ними поеду Заработают денег нам Нет, даже не думай, у тебя выпускной класс Надо готовиться к экзаменам Мам, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Нет, нет, нет. И еще раз нет. Не хватало, чтобы, не дай бог, вас еще убили из-за этого расследования. В общем так, я запрещаю вам дальнейшее расследование по делу Иваненко. Все имеющиеся у вас там материалы, все, что вы нарыли, вот это вы все передаете правоохранительным органам. Дальше их дело. Все. Точка. Но я совершенно не уверена, что нападение связано с моим журналистским расследованием. А по делу Иваненко вообще ничего не понятно. Там надо разбираться. Да и Рябову я уже о нападении рассказала. Ну и что? Что? Он сказал, что скорее всего это просто гопники. Случайность. Дарья, почему я должен повторяться? Я еще раз вам говорю, я запрещаю вам продолжать дело Иваненко. И потом у вас вообще теперь другое задание. Новое. Какое? У нас корреспондент по культуре вчера ушла в отпуск. Вот напишите о ближайших праздниках, куда пойти людям, семьям, так сказать, где провести время. Вы поняли меня? А кто же будет заниматься расследованием? Каким расследованием? У нас в городе все нормально. Если, не дай бог, что-то произойдет, для этого существует полиция. А если у меня появится новая информация? Больше никакой информации. Все. Хотя у меня странное какое-то ощущение, что мы зря сюда приехали. Как будто это либо ошибка, либо развод. Какие цели вы ставите перед собой, как начальник порта, в ближайшее время? Ну, у нас очень большие цели. Давайте все по порядку. Так это же здесь было. Прикольно. Прямо в кабинете. Дашка, привет. Как поживаешь без меня? Привет, Коля, прости, я сейчас занята. Давай я... Погоди, погоди, я по делу. Я тут одну очень интересную штуку обнаружил. Фотки, которые тебе прислали, были сделаны в кабинете начальника порта. И что? Какая разница, где они были сделаны? Это значит, что в кабинете находится скрытая камера. Ну, или находилась тогда. А телефон, с которого тебе эти фотки отправили, я вот только что пробил, он левый, и в базе данных о нем информация ноль. Коль, я правда не понимаю, какое это теперь имеет значение? Ты странная. Как ты думаешь, зачем тебе прислали эти фотки? М? Так я тебе скажу, чтобы ты не расследовала обстоятельства смерти мужа. Понимаешь? Подумаешь новостью, и ну и что? Ну что значит, ну и что? Можешь себе представить, какие люди могли установить камеру скрытую в кабинете начальника порта? Дашка, я переживаю за тебя. Не лезь ты в эти разборки, а? Это очень опасно. Когда грузовик подъедет, мы уже будем ждать вот здесь, на соседней улице. Весь вопрос, как нам загнать на территорию порта грузовик вечером. Именно вечером. Днем нам не подходит. Нет, ну как загнать, мы это решим. Главное понять, сколько у нас будет времени до приезда пожарных. Здравствуйте, Роман Григорьевич. Какой ты, оказывается, любопытный. Что ж тебе там понадобилось, а? Вроде ничего необычного. Водка, как водка. Водка, может, действительно, внутри наркота. Намешано. Судя по всему, фотки прислал Портнов. А значит, у него в кабинете должна быть скрытая камера. Вот, гад, ну зачем ему это? Компромат собирает. Ну, в смысле, собирал. Ну, зачем он Дашке нашей фотки прислал? Слушай, ну, как вариант, чтобы я с вами поссорилась и не рыла в порту. Может, это вообще не он камера поставил? Это он. Портнов, сто процентов. Он на Антона собирал компромат. Я вот только не могу понять, что такого важного он прячет в порту. А может, он вообще и придумал эту схему с заниженными Н-8, а? Света, можешь узнать, сколько грузов по таким заниженным Н-8 прошло? Дашка, ну, по тем, что ушли, уже выяснить реальную стоимость не удастся. Сейчас много грузов задержано в порту. Может, по ним можно что-то выяснить? Света, ну, по тем, что выяснить. Говорят, что выступления в Турцию на ура прошли. Девочки могут получить контракт, ну, на работу, за границей. А сейчас Павел Леонидович набирает вторую группу. Ну, ты же понимаешь, что если бы первая выступила бы плохо, то вторую бы не набирали. Ну, мама категорически против. Ой, ерунда какая. Даже думать запретила. Ты что, работать не хочешь? Ты как только денег заработаешь, мать сразу злиться перестанет. Победителей не судят. Только надо разрешение на выезд. Ну, у тебя аж есть. Помнишь, мы в Болгарию ездили, еще года не прошло? Точно. Мама, мне разрешение сделала на три года. Разрешение поищи. Ладно, все, давай. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Да чего-то хорошо же выступили. Интересно, кто соберет бабки, которые разбросали по сцене? Кто-кто, господин Гюллер? Да. Браво. Супер. Я потрясен. Молодцы. Спасибо. Мы, наверное, можем идти в гостиницу. Только нам нужно переодеться. Нет. Я думаю, вам нужно выйти в зал. Это произведет хорошее впечатление. Но, господин Гюллер, артисты выходят только на поклоны. Вы хотите, чтобы мы вышли поклониться? Нет. Я думаю, вам нужно выйти в зал и пообщаться с гостями. Для них это будет лестно. Для вас не зазорно. Это подарок от гостей. Они ваши по праву. Я вас жду в зале. Ну, что? Пойдем? Да нет. Как-то это все. Да пойдем. Что с нами случится? Похихикаем. Пообщаемся. А ты на каком языке с ними говорить собрала? На английском. А они знают английский? Так, вы как хотите, а мы пойдем. Пусть еще денег дадут. Мне они во как нужны. Пойдем. Что за вонючая хрень? Я не понимаю, какая уникальность в этом пойля. Водка как водка. Старый склеротик. Пойдем теперь. Пойдем, как водload. Субтитры сделал DimaTorzok Ты что здесь делаешь? Зачем ты сломала лягушку? Лягушку? Ну ты гад, Бортнов! Ты снимал все, что здесь происходило! Я снимал? Зачем? Это что, камера? Ты следила за мной? Сука! Я сука! Сам ты сука старая! Я что ли все снимала? Я что ли Дашке фотки все слила? Какие фотки? Какие фотки? О чем ты говоришь? Ты дурака-то из себя не строй! Кто кроме тебя мог установить камеру в кабинете, а? Рябов! Скотина! Ментовская тварь! Здравствуйте! Здрасьте! Добрый день! Так… Что, нам было слабо было скинуть? Двадцать первый рев на дворе все-таки! Да я просто что-то как-то засиделась у себя в офисе! Решила к вам прогуляться! А то ж в такой нервной последнее время из-за всех этих грузов! Кстати, а что там слышно? Не собираются их выпускать, нет? Да никто ничего не знает! Столичный следак работает! Говорят, инвойсы занижены были! А что, по всем грузам? А это ты у следователя и спроси! Он наверняка знает! Угу, так он мне и сказал! Кстати, а как поживает твоя Маша? Она на работу не собирается возвращаться? Да приходила вчера с нашим карапузом! Говорит, как няньку найдем, так и выйдет! Ну ладно, позвоню ей как-нибудь! Все, я побежала, пора работать! Давай! – Здравствуйте! – Здрасьте! – Здрасьте! – Здрасьте! Ты что, сволочь? Компромат на меня собираешь? Ты зачем камеру поставил у меня? Поставил я камеру, и не только на тебя! У тебя же кабинет, как проходной дуло! И, кстати, компромат-то помог? Даша уже два дня не появляется ни у тебя, ни у меня! Отдай мне все, что ты записал! Тебе со Светкой или с другими бабами? Так, перестань кривляться! Да не покажу я твоей жене! Чего ты переживаешь? Толя, отдай мне все, что ты записал! Ромочка, не ссы! Я тебя шантажировать не буду! Мы же с тобой партнеры или как? Я водку проверил! Ну и что там? Думал, может, наркота в ней? Не зря же так корецки бесится! А там? Водка, как водка, дешевое пойло! Так давай ее изымем! Как? Исследователь этот! Что он там роет, а? Может, ты проверишь по своим каналам? Я пытался! Что-то там совсем лобные дела! Никакой информации! Привет, Лен! Привет! Ты Анатолия Богдановича ждешь? Да! Я хотела с ним обсудить статистику! Он сейчас занят! Ты узнай, когда ему будет удобно и позвони мне! Много дел! Спасибо! Ладно, я не пойду! Потому что я чувствую, что от этой невротрепки у меня нервы уже сдают! И давление! Все! Давай, давай, иди! Побереги себя! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Девчонки, скажите, пожалуйста, а кто из вас занимался брокерской фирмой Отчизна? Я! А что? Да у меня тут путаница возникла! Скажи, может ли быть такое, что чуть ли не большая часть грузов была оформлена через них? Ну, не большая часть, так точно! Ну, может быть треть или чуть больше! Я могу проверить, если хочешь! Нет, нет! Я сначала сама проверь, где у меня путаница возникла! Спасибо, девчонки! До свидания! Пожалуйста! Извините, пожалуйста, где можно найти подработку? Вот эту, что ли? Ну, да! А тебя мамка не заругает, а? Да пошел ты! О! Извините меня, пожалуйста! У меня просто отец умер и деньги нужны! Ладно, парень, ты тоже меня извини, неудачно пошутил! Ну, если тебе и правда хочется заняться этой работой, тогда тебе надо на проспект Свободы 9! Там поднимешься на третий этаж, там всего лишь одна дверь, так что не заблудишься! Но помни, что это нелегкая работа! Спасибо большое! Да не за что! Удачи тебе! И вам также! Конечно, государство что-то делает, но это совершенно недостаточно! Вот взять, к примеру, елки! Какие елки? Ну, елки! Представление для детей! Хотя, у вас, наверное, своих детей нет! Откуда вам знать? Да нет, просто сейчас еще погода, какие елки! Ну, елки! Мы сейчас начинаем к ним готовиться! А? Ладно, спасибо большое! Пожалуйста! Светик, ты не сильно занята? Зайди ко мне! Светуль, ты меня извини, что я на тебя утром разорался! Я и сам в шоке! Ну, прости! Ладно, проехали! Других-то камер нет? Да нет, нет, нет! Это было единственное! И все, что на ней записано, уже все удалено! Ну, ты смотри, узнай, Джонушка, как мы тут с тобой! Ой! Мир, Светик! Ладно! Ладно! Дашка! Привет, Ганна! Какими судьбами у нас? Да, правда, сто лет не виделись! А я к тебе по делу, как журналист! И что именно тебя интересует? Ну, помимо репертуара театра на ближайшее время, меня интересует вот что! Это правда, что Корецкие спонсируют ваш театр? Знаешь, до что особый разговор! Пойдем-ка ко мне в кабинет! Я тут с ребятами-таможенниками разговаривала! Так вот, они считают, что грузы задержаны из-за заниженных инвойсов! Фигня какая-то! Ну, заниженный инвойс! Ну, штраф! Ну, налог больше возьмут! Ну, зачем же всех держать? Гололомов такие грузы через раз пропускал! Обычное дело! Ясно! Ну, он, конечно же, помогает театру и все такое! Но есть у этого оборотная сторона! О чем это-то? Почти каждая хорошенькая молодая актриса прошла через постель Корецкого! Как интересно! Он платит! Значит, он заказывает музыку! Что важнее, каждый для себя решает сам! И что, никто не возмутился? Ну, возмущенные и гордые искали себе другую работу! Чаю хочешь? Вот здесь ты пока месь будешь жить! Да, не роскошно! Но все условия! А главное, сама! Какие-нибудь пожелания будут? Да! Верните мне мой паспорт, телефон и обратный билет! На билет еще нужно заработать, малыш! На тебя очень большие расходы и не столь велик доход, как ты можешь себе это представить! Немедленно верните мне мой паспорт! Я пойду в полицию! Ха-ха-ха! Не советую! При первой же встрече с полицией, у тебя есть все стопроцентные шансы загреметь в тюрьму, поскольку работаешь ты здесь нелегально! Как нелегально? А контракт? О контракте мы с тобой поговорим позже! А сейчас отдыхай! Ты же понимаешь, что следователь из столицы не просто так приехал? Он что-то копает! Ну, может быть, на Антона решили повесить все эти схемы с инвойсами и пошлинами? Все, может быть! Только вот я не верю, что в порту что-то проходило мимо портного! А тут смотри, жареным запахло! Следователь приехал! Раз и сразу объяснение! Во всем Грин виноват! Ты мне скажи, пожалуйста, когда тебя мужчина от копников спасал, бумаги с инвойсами были у тебя с собой? Да, мне как раз Светка их дала! Ну, точно, Дашка, компромот хотели, значит, отобрать! О чем шепчемся? Привет! Привет! Что тут? Слушай, мы тут с Дашкой предположили, что Антона могли убить! Кофе, пожалуйста! Антона могли убить из-за инвойсов! Ну, точнее, чтобы это на него повесить! Да ерунда это все! Ерунда? В смысле? Мне портного сказал, что заниженные инвойсы – это обычное дело и за это никто не убивает! А если он тебе соврал? Мне он брать не будет! Но Иваненко-то убили! Спасибо! Убили не потому, что он что-то знал, а как он хотел этим воспользоваться! Да, шантаж, ну, кого ты неудачный придурок и все! А Антон что, тоже кого-то шантажировал? Нет! Антон был умный! Он знал, с кем и в какие игры можно играть! И его все равно убили! Слушайте! И еще! Гуров мне велел отдать все документы по Иваненко Рябову! А я что-то сомневаюсь! Девочка, я раньше думала, что Рябов – честный профессионал! Но после сегодняшнего… Дашка, я еще не сказала тебе, но это Рябов записывал Антона! Ну, точнее, нас с Антоном на скрытую камеру! Он собирал компромат на него! Гад! И как же быть? Передавать документы? Или он просто их положит в дальний ящик? Давай документы мне! Если он будет знать, что еще кто-то в курсе, он вынужден будет дать делу ход! Да! Потом посмотришь! А ты чего так долго? Это все… Да ладно, извини! Ты голодный? Да нет, я устал, как сапака! Я спать! Угу! Привет! Герман дома? Да, спать ушел! Почему так рано? Не заболел? Да нет, вроде бы, просто перетренировался! Может поговорить с его тренером? Да нет, Герман явно будет не рад! Ты голодная? Я даже не знаю! Ладно, все, раздевайся! Герман, по-моему, с расклейкой объявлений тебя пора завязать! Весь сонный! Хорошо, я подумаю! Подумай! Нам здесь долго светиться особо не стоит! Нужно какого-нибудь ложка мелкого подцепить, чтоб закладки делал! Ну, не знаю! Мало кто сейчас с наркотой связываться хочет! Себе дороже! Наркотой? Зачем он вообще говорит, что это? А если спросят? Что сказать? Скажи, игра такая? Ну, типа квест! Прячешь клава, игроки его ищут! Наверняка найдутся те, кому деньги сильно нужны! Да бабки всем нужны! Ну, вот! Так, ладно, парни, я пошел! Если что, мы на созвоне! Здорова, Герыч! Привет! Короче, тема одна есть! Не хочешь бабла поднять? Ну, так, чисто для своих! А что это? Там, знаешь, есть такая штука… Вы почему еще не в классе? Для кого звонок прозвенел? Марш за парты! Потом договорим! Праздники начнутся только завтра! Ничего себе! Выходит, сам Портнов его и грохнул! Что мне теперь с этим всем делать? Так! Открывайся, что ты! Вот! Вот! А лучше сюда! Вот так вот! Ну что, сейчас вы все грузитесь в автобус и отправляетесь в аэропорт! Телеты у старшей группы, Ксюши! Документы, загранпаспорта, разрешение на выезд, все взяли? Да! Вперед! Удачи! Спасибо! Спасибо! До свидания! До свидания! До свидания! Даша! 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 Добрый день! Да, Ирина! Здравствуйте! Вы уже слышали! Девочки пропали! Какие девочки? Как пропали? Ну как же! Неделю назад часть наших девочек из нашей группы уехали в Турцию! А, да, Лиза говорила что-то про поездку в Турцию! Что-то случилось? Девочки перестали выходить на связь! Им не могут дозвониться, и они никому не звонят! Ужас какой! А что говорит Павел Леонидович? Молчит! Но мне совершенно все равно! Что там говорит Павел Леонидович? Зою у этого тренера я заберу! Ира, ну, не волнуйтесь! А вы знаете, какие конкретно девочки пропали? Имена, фамилии? Люба, Катя, Рита! Ну, это те, о ком я точно знаю! Понятно! Ладно, я попробую выяснить! Хорошо! Всего доброго! До свидания! Здравствуйте, Никита! Да, здравствуйте! Я Даша, я вам звонила! Скажите, а Люба давно с вами связывалась? Да я вообще уже ничего не понимаю! Она как полетела, первые три дня каждый день мне звонила из отеля! Угу! Говорила, что их очень хорошо принимают! Угу! Потом пропала! И вдруг этот СМС прислала! У меня все хорошо! Предложили хороший контракт! И больше она ничего не писала! А вы пробовали ей звонить? Да я звонил и писал! И СМС, и мессенджер! Ничего! Телефон отключен! Угу! Я уже и телефон ей пополнил! Думал, кончились деньги! Нет! Никита, скажите, а Люба вообще могла остаться за границей? Какие у нее были планы? Да у нас свадьба через месяц! А я уже не знаю, что думать! И что делать тоже не знаю! Сделать нужно вот что! Вы знакомы с родителями Любы? Да, конечно! Свяжитесь с ними! Попросите написать заявление в полицию о пропаже Любы! От вас заявление могут не принять, а от них обязаны! Хорошо! Тогда сейчас же поеду к ним! Спасибо! Алло! Павел Леонидович! Здравствуйте! Я мама Лизы Грин! Мы можем с вами встретиться? Угу! Да, хорошо! Давай-давай-давай-давай! Короче, у меня знакомые организовывают квесты! Это сейчас лихо востребовано! И хорошие бабки приносит! Какой квест? Форт Боярд, что ли? Какой форт Боярд? Ну, это, короче, поиски клада! В общем-то, ты прячешь клад, фотку места отправляешь организаторам, вечером получаешь бабло! И так каждый день, если захочешь! А договор? В договор? В договор? Не, можно и с договором, конечно, но нужно разрешение родителей! Тебе мама даст? И налоги придется платить! Ясно! Не-не-не, подожди! Может, через меня? Я уже с ними в договоре попавшую ломал! Да там ребята все свои! Они не кинулись! Стопудово! Слушай, а почему ты именно мне предложил? Как-то странно ты ко мне относишься! Знаешь, неудобно как-то мне получилось с этим мопедом! Ну, я не знал, что вас ограбили! И тысячу долларов на мопед потратил! Короче, это хоть как-то компенсирует! Ну что, согласен? Ладно, попробуем! Как так могло случиться, что девочки остались в Турции? А я тут при чем? Они совершеннолетние! Делают, что хотят! Что им папа! Они сказали, что у них контракт! Вы с ними созванивались? Нет! Тогда кто вам сказал? Они мне написали! А можно посмотреть сообщение? Покажите, пожалуйста! Я их стер! А подробности контракта вам известны? Кто их работодатель? Они мне не писали! Я их не спрашивал! Что вы вообще ко мне пристали? Вы взрослый человек! И их тренер! И несете за них ответственность! По крайней мере моральную! Я никому ничего не должен! Вы организовали эти выступления и не вернули девочек домой! Я этого так не оставлю! Ничего я не организовывал! А кто? Фирма Карецкого! Фирма Карецкого! Ладно, извините! Мне нужно идти! Алло, мам, да! Алло, Лиза, ты где? Да на выступление еду в Петровск! Так что вот сейчас едем туда! Что за выступление? Почему я не в курсе? Да праздники же! И вот как-то все так неожиданно, мам! Закрутилась! Лиза, ты знаешь, что девочки в Турцию пропали? В смысле пропали? В прямом смысле! Они три дня не выходят на связь с родными! Ладно, мам, давай, потому что связи нет! Все, давай! Люблю! Лиза! Черт! Слушай, а как ты маме скажешь, что ты в Турцию уехала? У нас же тур на неделю! Да не знаю! Может, сейчас телефон выключу, а потом смс-ку напишу! А что там девочки? Да не знаю! В Турцию на связь не выходят! Может, контракт получили? Ну, а домой чего не звонят? Ну, говорю, контракт получили! Вот тебе надо, чтоб тебя вот этот мозг лопатой ели! Вот и им тоже не надо! Герман, ты где? На тренировке, а что? А почему тренировка так рано? Мам, ну тебе не угодишь! Рано плохо, поздно плохо! В праздники же! Вот и перенесли пораньше! Прости! Гера, а Лиза тебе говорила сегодня, что в Петровск едет? Нет, да я ее только утром видела, когда мы в школу шли! Черт! Мам, я хотела сказать, у нас тут девчонки едут в турнец за рубеж! Танцевать будут! Ну, это интересно! Денег заработают! Я вот подумала, может, я с ними поеду? Черт! Пошли! Пойдем! Идем! Пойдем! Как ты могла? Мам! Тайком от меня! А что здесь такого? Лизе уже шестнадцать лет! Почти семнадцать! А вы ее за ручку как маленькую водите! Вы что, не понимаете? Девочки, которые уехали предыдущей группой в Стамбул, пропали! Никто не может их найти! Никто не знает, где они! Их родители уже подали заявление в полицию о пропаже! Вы как хотите, а я не поеду! Я танцевать хочу, а не в борделе работать! Как же так? Ну, не могли же поездку ради этого организовать! Пошли! Прости! Свет, я на месте! Привет, Даша! Привет! Знакомься, это Виктор Ткаченко, следователь чего-то там очень серьезного! Добрый день! Очень приятно! Вообще-то мы знакомы! Вернее, встречались! Ой, а как я вас сразу не узнала! Это же тот самый Бэтмен! Помнишь, я тебе о нем рассказывала? Да! Спасибо вам! Без вас мне был бы конец! Сейчас я должен сказать, что на моем месте так поступил бы каждый! Но я не уверен! Ну, а что следствие говорит по поводу нападавших? Ой, не знаю! Мне кажется, их никогда не найдут, потому что я их даже описать не смогла! Да и я вас вон сейчас не узнала! Я уже был в полиции! Там уже составили фоторобот! Ладно, вы тут болтайте! Раз у вас есть общие темы! Я, пожалуй, пойду на работу! Можно тебе на минутку? Значит так! Я узнала, что грузы по заниженным инвойсам проходили через компанию «Отчизна» Директор компании некая Виктория Тейлер! Спасибо, Света! Маме привет! Хорошо! До свидания! Хочется вас как-то отблагодарить за спасение! Может, вас подвезти куда-нибудь? Был бы признателен! Как вы смотрите на то, чтобы поужинать? Столовка в Порту просто ужасная! Ну, в других местах и такой нет! В общем, я приглашаю вас в ресторан! На ваш выбор! Я здесь не местный, не обжился еще! Хорошо! Только детей предупрежу, я же мать! Угу! Лиза, спроси у Германа, у него нет возражений против пиццы? Ага! Хорошо! Я тогда скажу, ждите! Ну, все! Я свободна! А все начальство уже уехало! А мое какое дело! Мое дело привезти и сообщить, а там хоть трава не расти! Ну, захочет Порту приедет, не захочет не приедет! Слушай, я уезжаю, а ты сам с Портовым разбирайся! Стой! Ладно! Заезжай! Открывай! А я все-таки видел вас в Порту! Думал, вот обработайте! Все, хотел с вами где-то там пересечься, а потом понял, в Порту вас нет! Знаете, о чем я больше всего жалел, когда на вас напали эти придурки? О чем же? Что не познакомился с вами! Такой удачный момент был! Я как рыцарь в сияющих доспехах! И протупил! Да, было бы забавно! Вы такое кричите, уезжайте! И да, кстати, меня зовут Виктор! Да! Ну, мне тоже в тот момент очень хотелось узнать ваше имя, если честно! Очень хотелось вас поблагодарить! Я теперь в Порту бываю редко, там работал мой муж! Работал? Ушел? Умер! Простите! Примите мои соболезнования! Спасибо! Все-таки это судьба! Что? Все! Все! Так выпьем же за судьбу! Я сейчас вернусь, я по нужде! Все готово! Второй готовься! Да отстань ты! Алло! У нас пожар в районе складов временного хранения! Срочно пришлите пожарным! И, наверное, скорую! И, наверное, скорую! ЗВОНОК В ДВЕРЬ «Щаек совершенным», passar Посадку? Ваша жизнь хранится в ньду с internationpakки! О EPA, ПО-МЫМАШИНionshop con нуло! Не долю seu консويта! В checked! У wra 죄 нэ tau resurklärой о том! А по�� в описании к sergeи, Продолжение следует... 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 На среднесчастных ящика осталось, ну! Руки в гору! Ты кто такой, дядя? Руки в гору, я сказал! Лежать! На пол! Быстро! Быстро! Дыши носом! Ширяев Роберт Оттович, 1980-го года рождения. Да. И что? С какой целью проникли на склад? На охраняемую территорию порта? Я же уже говорил, начальник. Мы с мужиками сидели во дворе, по полтинничку выпивали. Тут как полыхнет. Но мы решили, людей надо спасать. Беда ведь. Помочь надо. Но спасали вы исключительно водку. Это да. Но тут ведь как получилось. Мы с мужиками подъехали. Пока то-сё, глянь, а все живы-здоровы. А склад, да пусть эти буржуи разбираются. Ну, решили это дело отметить. Ну, бес попутал. Пятьдесят ящиков? Не, ну, мы столько бы не выпили. Хотя, если то-сё, и под заквусь. И водку вы брали. Из одной партии. Хотя другие ящики стояли ближе к выходу. Да как? Где же их там сортировать-то было? Пожар ведь. Катаклизма, можно сказать. Катаклизм. Да брали, чтоб под руку попадалось. Ширяев Роберт. По кличке Роб. Рецидивист. Воровство, грабежи, убийства. Да завязал я давно, начальник. Это ж когда было. Ты у кого хуже спроси. Может, хватит дурака валять? Кто вас отправил на склад СВХ? Да говорю же, помочь хотели. Кто убил охранника? Какого охранника? Начальник? Дело шьешь? В глаза не видел. Я же говорю, пока то, сё, эти ящики, это... Да где же его увидишь-то? Так, понятно. Конвой! Уведите задержанного! Трудно привязать нападавших к Корецкому. А то упекли бы лет на пять и ладушки. Ох, какие мы нежные стали. Да если бы вы захотели, он давно бы уже сидел на нарах и рукавицы шил. Рома, времена поменялись. У него целая армия адвокатов. Потом не отмоешься. Информация о деньгах есть какая-то? Какие деньги? Какие деньги? А те, что твой дружок Антоша у нас умыкнул. Мой дружок? Он такой же мой дружок, как и твой. А ты не забывай, что это ты меня с ним познакомил. А он меня кинул. Так что ты за него отвечаешь. Посчитай-ка, сколько он тебе бабла принес. А ты палец о палец не ударил. Только довольный сидел, посапывал. И радовался. А теперь что, мне предъявляешь? Ничего я тебе не предъявляю. Это так, к слову. Бабки же да где-то есть. И они у нее дома. Нет их там, проверяли все. Нужно под любым предлогом сделать обыск. Все там перерыть. Каждый сантиметр в саду перекопать. Слушай, а может, песочницы закопаем? Слушай, нет. Знаешь, сколько там народу бывает? Кто-то себя тиснет чисто ради любопытства. Или на пустыре. Там никто не увидит. Ты прикалываешься? Ориентиры. Они что, весь пустырь будут перерывать? Так вот, труба есть. Ориентир гараж. И в нее можно что-то положить. Даже не хило. Да, давай, давай. Пусти. Сейчас. Все? Все, молодец. Давай, пошли. Окей. Вы должны немедленно возбудить уголовное дело по факту пропажи девочек. Ну, конечно. Тебе же видней, что мы должны. Ты же журналист. А вот мне закон ничего об этом не говорит. Неужели вам вообще все равно? Послушай, девочки совершеннолетние и вправе, да и должны решать сами свою судьбу. Тем более от родственников никаких заявлений не поступало. Вот. И убийцу Антона вы ищете так же. Буров, узнай-ка, что там в танцклубе произошло. Девушки из Турции не вернулись. Так, аккуратненько узнай. Мы пока что с краю. Давай, давай. Так, держи вот. Все, что ты заработал. Все, ты сегодня молодец. Давай. Завтра сам справишься? Да. Все, хорошо. Давай, я погнам. О, Дашка, привет. Ты на запах крови? Ну, в смысле, огня и дыма. Ну, типа того. Портнов у тебя? Да нет. Все начальство уже с утра разъехалось. А что? Жаль. Интервью хотела. Ну, ничего. Придется ждать. У нас, говорят, пожар был подстроенный. А ночью следак этот столичный. Кого-то арестовала. Кто? Ткаченко? Угу. У кого? Ну, не знаю. Говорят, что это работа Корецкого. Прям злой гений города какой-то. О, смотри, Фифа. Видишь, вышагивает. Знаешь, кто это? Нет. Кто? Виктория Тейлер. Я тебе говорила про нее. Это директор этой компании очистен. Да не смотри ты так на нее. Как интересно. Как раз хотела с ней поговорить. Зараза какая. У всех проблемы. И хоть бы что. Земли под собой не едет. Даша, ты чего? Нет, ничего. Ладно, Свет. Я побежала. А я тебя сейчас надеру. Роба взяли. Организация поджога и убийства. Да, моя мать! Ничего поручить нельзя. Ничего чисто сделать не можете. Ну и что? Молчит пока. Молчит пока. Ладно, заведи адвокатов, пусть они его вытащут. Ладно, под залог. Потом решим, как с ним поступать. Да, и вот еще что. Что это? Да, и вот еще — че. Не, извините. Один чисто. Стут galveste идёт проблемы. Привет. Еще кого ты расскажешь. Кто ты понимаешь? Алло, Наум Семенович, здравствуйте. И с кем имею честь говорить? Это Дарья Грин, мой муж. Да, 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 помню. Примите мои соболезнования. Наум Семенович, мне очень нужно с вами поговорить. Ну, если нужно, зайдите чуть-чуть позже. У меня будет немного свободного времени. Известный в городе меценат и бизнесмен оказался замешан в отправке детей из танцевальной школы за границу. И ладно, это были бы соревнования или конкурсы. Но нет, девочки почти дети должны были заключить контракты с ночными клубами, стриптиз и консумация ввод у дел несчастных детей, попавшихся на удочку хитрых и беспринципных бизнесменов. Автор Дарья Грин. Она что, вообще с главой не дружит? А? Это так на меня всех собак в городе повесит. Она пусть что напишет, что я детей ем живьем. Мне ее привезти сюда? Да, вези немедленно. Подожди. Подожди. Есть тут хоть слово правды? Девицы взрослые. Они не выходят на контакт с родителями. Отставить Грин. Привези-ка мне сюда этого. Учителя танцев. Или как он там у них? Репетитор? Вези-вези его сюда. Вези. Делайте. Тима. 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 Открой, пожалуйста, дверь. Это, наверное, та сумасшедшая Даша, у которой мужа убило. Не, мам, почему ты говоришь убила? Его что, молнией ударило? Чего ты говоришь, она сумасшедшая? Потому что никто не нашел, кто это сделал. Конечно, сумасшедшая. Потому что после такого горя, кто может думать о драгоценностях? Фима, не устраивай допрос, иди открывай. Здравствуйте, деточка. Проходите, этот полуумный старик уже ждет вас. Здравствуйте, Дашенька. Здравствуйте. О, спасибо. Что вас ко мне привело? Что за срочность? Скажите, пожалуйста, а вы помните этот браслет? Конечно. Я еще не выжил из ума. Я его работал для вас по заказу вашего мужа. А больше вы никому такое не делали? Деточка, я честный человек. Это был его эскиз. Я сделал два одинаковых. И забыл, что это за форма. Два? Конечно. Одинаковых. Я еще подумал, какой хороший человек. Заказал два. Один для жены, один для дочери. Спасибо, Наум Семенович. Всего вам доброго, деточка. Няма, вот ты старый осел. Что ты девушку нервируешь? Я нервирую? Нет, я. Вот скажи после этого, что она не сумасшедшая. Она пришла ко мне только за тем, чтобы я ей напомнил, что у нее было два браслета. Алло, да. Нормально? У меня осталось всего две подсказки. Окей. Как закончишь, отзвонись. Я тебе вечером бабки на карту перекину. У меня нет карты. Хреново. Тогда придется встретиться. А, ты это, будь поосторожней. А почему? Это же игра. Ну, понимаешь, менты не очень нашу игру любят. Поэтому лучше не попадайся им на глаза. А что мы такого незаконного делаем? Наивный. Мы же им не платим. Они вообще не любят тех, кто им не платит. Окей. Ладно, давай. Ладно, давай. Садовая двенадцать. Та-дан. Садовая двенадцать. Садовая двенадцать. Садовая двенадцать. Садовая двенадцать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОЯ МУЗЫКА СПОКОЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ СПОКОНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА